вы по-русски можете ближе вы поговорить с нами узнать что он делает еще можно было бы и разводить куда-то будете мне я уже сообщил что мне надо вы не хотите даете ли вы добровольное согласие на запись интервью на его публикацию конечно конечно можете сказать не конечно например закройте закрой дверь димон у вас же много дел сейчас ну но не за не особо важно ну да хорошо даете в общем да как полностью за вопросом филипп 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 сергей на какими до дата рождения 10 на 4 тыща 916 и где вы проживали город донецк город донецк вы контракт не на ну так то он у меня закончился еще 12 января 22 года ну так то можно сказать да а расскажите про свой боевой прям таки все рассказать я не могу чего ну потом государственная тайна можно сказать это довольно таки долгая история где-то началось середины четырнадцатого года это началось у меня через середины четырнадцатого когда ты приболел знаете такой если вы никуда не спешите но будет очень интересно длинная история да то есть мы не ограничены ничем никем можем у курить и материться можно я не курю и не матерюсь и не матерюсь к сожалению это есть ну я то вначале учился на повар официанта там как раз все начиналось майдан там собирались люди выступали кто как-то говорил за европу ее ценности но поначалу в принципе я их и поддерживал да вы что да и поделил ну видела шоу европу или ценности и стремление в европу я тогда не был ни вополчения нигде я просто занимался учился на пор официант а где учились на судой 4 буксе в киеве донецке нам да не несколько да я просто молнир полный получается мне 26 не сюда то есть 8 лет назад вам было 18 18 ну да мне нравилось что вот народ действительно встал шоу говорить свое слово не боится перед властью показать себя ну потом как они говорили мирный митинг поначалу причем так и было потом ими что-то заметил как-то не то пошло как я думал но вначале я с одних источников украинские новости смотрел потом российские потом просто блогеров стримеров которые снимали это в прямом эфире что там происходит увидел как уже беркут бьют поймем это шоу беркута и добил но потом уже заметила что но можно таки сильно били и беркут кидали коктейли молотова закидывали там катапульты какие-то мастерили кидали одни там с детьми даже приходили не могу понять смысл в чем приходить на такое раз скажем так движение движение с детьми туда да это я не понимаю это из этого я конечно понимаю да это и дело но после этого как-то мне мнение начало обирать вот за что этих студентов поделать честно сказать но я видел да те новости что они там на мирный митинг пошли я точно не помню за что они там выходили до приноса честно не помню ну да их там избили не рассказывали видео новости все это все события одного потока за что выходили за евроинтеграцию да янукович перешел скажем так более на восточную часть россии ну как я потом по оправданию скажем так слышал что он отказался лишь только потому что украина не было не была готова для отступления россии она экономически не могла потянуть те условия которые предоставляла европа для вступления но в это все глобально проанализировали и поняли что ну это судя по их ним словам я не политик не юрист поэтому я даже на месте тоже и даже не гуманитарий веселый такой гуманитарий да не ну я не знаю ну экономику мы там особо не изучать точно есть технические специальности кассиры кассиры да там были кассиры они они более углубленно в экономику шли я больше вот что-то нарезать что-то порезать это мне кажется что это и не то и не то и повар отдельная какая-то да и к чему-то его относить насколько это точно или гуманитарная наука я не знаю точность есть и творчество есть адрес соли много насыпал да все даже косяк не суть важно не юрист не экономист не ненавид не полида я поверил этим словам что действительно отказался потому что так надо было потому что украина не потянула бы эти условия которые ставят его понял ну и скажем так можно сказать эти действия были оправданы но конечно избиение людей я конечно был против всего этого но и коктейли молотова закидывать беркут к тому же срочники там еще были там видел бульдозер и наезжали там показывали с этих масках люди подходили избивали этим цепями вода да я видел этот момент люди стояли беркут стоял без щитов я так понимаю тут срочники были просто стояли друг другу вот так плечом купить еще вы их избивали продолжали бить и при этом все снимали я видел там не обязательно беркут то просто полиция полиция уже первый начал переда я не спорю беркут первый начал но до таких масштабов все сдвинуть принципе берка там просто вы как-то эпизодично берете вот здесь вот коктейли молотова вот здесь вот цепями не было где беркут пытался этих вытеснить там без цепей без ничего били митингующих потом наоборот потом еще так потом еще так потом уже только пошли коктейли молотова и цепи а в эпизод с цепями там вообще это отдельная история с этим будет это да я тоже видел ну там кто говорит по-разному одни говорят одно не знаю да я правду не знаю другое я честно и в одессе еще людей да я тоже это видел и стримеров видео которые там были тоже камеру на прямой эфир был я видел это происходящее с одной стороны якобы пока оказывают помощь там стояли тоже на лице я стоял оказывает другой стороны я видел наоборот там люди падали с окон у меня даже видеозапись вконтакте было как человек подошел блин упал с окна упал он подошел начал палка его добивать там кричали не надо не надо там кто-то говорил шоу протестующих ну пророссийский было оружие не знаю если было бы оружие думаю там немного все по-другому было бы да остановимся на этом эпизоде и посмотрим несколько моментов из того самого времени дабы мы не ходили по кругу непонятно какому да просто возьмем и посмотрим у меня видите папочкой специально она называется 88 лет это начало нам слишком длинная чтобы мы его все смотрели доходим до эпизода уже после обеда на пересечении улиц греческой это тоже далеко они сходятся то есть две колонны украинских активистов и пророссийских активистов сходятся и начинаются столкновение до сих пор остается под вопросом почему лидер куликовцев так называемых то есть тех самых пророссийских активистов сергея талженков повел свою колонну на перерез украинским активистам то что украинских активистов было намного больше это было понятно понятно что российские активисты пророссийские были вооружены были в касках именно таких и можно отличить в касках с красными ленточками в основном они все форме военной но украинских активистов ведь намного больше не должны были они идти на пересечении с ними это было для них крайне опасно и тем не менее они на него пошли ну и то что они начали там выхватывать это в общем-то неудивительно одни люди с палками и щитами бьют других людей с палками и щитами показать вам колонны именно российских активистов с палками и щитами ну чтобы это не было и с цепями кстати тоже видели я видел он идем дальше вот это все происходит первая смерть в одессе знаете от чего произошла в этот день нет тем не менее тем не менее в результате столкновения на перекрестке дерибасовской и греческой смертельные ранения получили именно украинские активисты игорь иванов из белгород-дестровского 27 лет и одессит андрей бирюков 35 лет это были огнестрельные ранения несовместимые жизнью стран странно правда но я этого не знали людей невинных сажали взяли загнали в дом профсоюзов еще и палками добивали сволочи так я за сам метод говорю и вот тут люди слышишь и начинают говорить они злятся на них потому что застрелили людей наверное как вы уже сами догадались просто по логике настроение у украинских активистов после смертей этих резко изменилось скажем так им удалось оттеснить пророссийских активистов и что интересно в этой ситуации полиция милиция еще тогда милиция была постаралась построить кордон между активистами и защищали милиционеры именно российских активистов фактически вы можете видеть что в одной колонии оборонительной стоят и милиционеры и те самые пророссийские активисты но при этом при всем мы слышим что-то похожее какие-то хлопки похожие на выстрелы огнестрельного оружия откуда же издаются эти выстрелы ой смотрите так среди пророссийских активистов есть вооруженные люди в общем то мы об этом уже говорили но сейчас мы видим этому явное подтверждение знаете что-то мне подсказывает что на российском телевизии и у российских блогеров этот эпизод тоже забыли показать именно поэтому жители донбасса знают что в доме профсоюзов сожгли невинных людей но совершенно ничего не знаю вот еще какие-то люди все начиналось при этом скорая как вы видите помогает а вот еще какие-то люди с крыш стреляют георгиевскими ленточками с пистолетов может быть на майдане тоже такие были так даже до сих пор и непонятно кто именно он стрелял людей вы видели эпизод с оружием ну я видел думаю я сам нарисовал мнение я видел там некоторых людей с оружием но я не знал чей они вообще если бы там было оружие эта ситуация была бы немного по-другому вот какая была ситуация давайте уже досмотрим зря старался три минуты есть просто вооруженное столкновение по крайней мере вооруженное огнестрельным оружием с одной страны между пророссийскими активистами и украинскими активистами вот что происходит в одессе смотрите внимание а вот и стрелки на крыше здания также несложно идентифицировать как пророссийских активистов соответствующая форма повязки каски а а а а а а а а а сейчас И как вы видите, украинские активисты пытаются сдержать своих побратимов, защищают пророссийского активиста от того, чтобы ему, ну как вы понимаете, не навалили. То есть не изверги и не нацисты, а люди, которые пытаются даже в такой обстановке при огнестрелах, даже понимая уже, что те по ним стреляют, контролировать ситуацию. Далее пророссийские активисты отступили в Дом профсоюзов. Кстати, когда они баррикадировались, вы же должны понимать, что у них тоже с собой были и коктейли Молотова, и канистры с бензином и так далее. Примерно в 19.30 в Доме профсоюзов вспыхивает пожар. Вот очаг возгорания сложно понять. То есть если в нижний этаж, да, справа, который вы видите, еще можно было закинуть фаер, то я не думаю, что на четвертый или пятый этаж, который загорелся слева, можно было его докинуть. Здесь сложно что-то сказать. Но в целом мы понимаем, что разгорелось очень быстро, потому что там большие помещения, там серьезные сквозняки, окна везде пооткрывали, разгорелось в считанные минуты. При этом нельзя не отметить, что, да, действительно, люди начинают спрыгивать... Вот этот добивают? Нет, другой, там отдельный. Сокон, да, действительно, это все большая трагедия, и мы не отрицаем, что это действительно было, но я почему-то не нашел видео, о котором говорили, что якобы украинские активисты кого-то там добивали под окнами. Вместо этого нашел видео, где украинские активисты пытались помочь людям, которые спрыгивали с оконами. В том числе подтягивали наши активисты, подтягивали металлические леса для того, чтобы помочь спуститься другим людям. Вот, если смотреть на эту ситуацию в целом, то мы понимаем, что это было за противостояние, мы понимаем, с чего оно началось, и вообще в тот день, в результате вот этого пожара, погибло 42 человека, остальных удалось спасти. Более 200 получили ранения, 48 человек в общем погибло в тот день в Одессе. Логично разбирать эту историю в совокупности. Теперь давайте попробуем все-таки найти в интернете видео, о котором вы говорите, где украинские активисты добивали кого-то, кто спрыгивал с окон. Правильно? Ну давайте. Ну я отдельно просто видел видео, где человек спрыгнул оттуда. Я понял, ну как, добивали, добивали в Одессе, как мне увести здесь? В Одессе? Добивали спрыгнувшегося к нам. Ну там что-то вроде пожилого человека, он с палкой стоял, добивал человека, ну и видел человека, который стоял с пистолетом и что-то вроде по окнам стрелял. О, один из самых черных эпизодов Одесской трагедии, которая произошла 2 мая прошлого года, это добивание человека, выпрыгнувшего из окна дома профсоюза. В самом начале второй очень мощной фазы пожара. Но на разошедшихся в интернете видеозаписях видно, как некто в спортивном костюме несколько раз бьет лежащего палкой. По подозрению в совершении этого преступления в прошлом году был задержан житель Одессы, однако за полгода следствие не сумело... На фотографиях отчетливо видно, на земле лежал мужчина в белой футболке, в тёмных брюках. В тот момент он двигался, то есть был живой. Уже был молодой человек. Потом его вынесли к машине скорой, да? Там вырезано было. Я не видел, что дальше произошло. Ну, в целом, кто начал, я уже понял. Да. Пострадавший был в сознании, двигался, хотя я не мог встать и крепко держал руках очки. Ну, видео я не вижу, наверное. Ну, его по большей части заблокировали. Наверное, оно где-то всё-таки есть. У меня оно было, но я не знаю. А, это видео недоступно. Да. Это видео... Ну, кто начал, а что вы спрашиваете, кто начал, в украинской Одессе выходят люди с российским флагом, цепями и палками, ещё и с огнестрельным оружием. Как вы считаете, нормально? Так и должно быть? Нет, это не должно быть. Ну, и как бы тоже на Майдане устраивать, можно сказать, свинарник, потому что я там даже свиньи разводили, насколько я помню. Огород даже посадили. Не, я понимаю, что, да, бить там, избивал Беркут людей палками резиновыми, но опять же, что такое резиновая палка и что такое коктейль молотого, который кидают в тебя, и ты загораешься. Ну, там были просто моменты, когда они просто стоят, они никого не трогают. Ну, смысл было её закидывать, смысла не было. Ну, такой жестокой, ну, я понимаю, да, Беркут, но это ж, во-первых, это люди, которые исполняют приказ. Что солдат, что там полиция, они исполняют свои приказы. Им дают команду, там, командира, они исполняют их. Опять же, люди это тоже должны понимать. Но закидывать в коктейли молотого людей, которые не факт, что ещё можно потушить, потому что это масло. Люди загораются. Тем более, погибшие среди Беркута, ну, Беркута тоже есть. Тем более, некоторые там, как и говорили, срочники, которые тоже в этом всём тоже не горели желанием принимать участие. И вот это вот, что Беркутов бросали в них коктейлями молотого, вас сильно возмутило, и вы решили сделать что? Нет, меня это не так сильно возмутило. Там возмутило только Одессу и то, что захватывали, ну, как после Майдана, ну, как Майдан ещё более-менее разгорался, и представители Майдана начали захватывать административные здания. В Одессе, в Одессе, мы с вами только что посмотрели видео за пять минут, собрал я его это видео где-то часа за полтора, то, что нашёл в интернете. Вот этого эпизода, о котором вы мне говорили, что добивали палками, не нашёл, просто потому, что он, очевидно, был просто тупо единичный. Он был заблокирован, да. И был заблокирован. Но, стоп, мы видим на видео, где примерно 100 активистов тянут огромные строительные леса для того, чтобы спасти одни люди других людей. Это видео, да. Вы это игнорируете и введёте его внимание? Я это не игнорирую. Только тот эпизод, где добил кто-то, какой-то дурак? Нет, я уже это говорю, что с одной стороны показывают, как их спасают, да, а с другой стороны здание, ну, там, я же говорю, видел ютубер, который снимал это в прямом эфире. С одной стороны помогали людям, а с другой стороны там человек, вот, как я говорю, один добивал, с другой стоял с пистолетом и стрелял по окнам. С пистолета по окнам стрелял полицейский? Полицейский? Конечно. Ну, полицейский, значит. Просто с окон тоже стреляли. Это тоже мы можем посмотреть. Да, я видел там видео, да. Полицейскому необходимо было стрелять в ту сторону для того, чтобы прекратили стрелять с крыши. Да, это я понимаю. И так у нас остаётся один эпизод, где один человек добил кого-то палкой. Один эпизод, да. И закидывание коктейля-молотого здания, которое, опять же, могло повлиять на возграние зданий, в котором также ещё много невинных людей. Одни штреляли, да. Подождите, стоп. А как отделить невинных людей от винных людей? Люди с цепями, касками и оружием убивают украинских активистов в центре украинской Одессы. Потом все эти люди забегают в Дом профсоюзов. Как отделить невинных от винных? Я не оправдываю ни одну сторону, ни другую сторону. Они оба виноваты, они друг друга избивали, да. Я согласен, но таким же образом и у украинских активистов появились палки и щиты. Конечно, так это же всё очевидно. Появилось, появились. Если бы мы сначала посмотрели это видео, сначала, там эти митинги в Одессе происходили на протяжении нескольких месяцев даже. Это не в мае произошло. Я знаю, там митинги. Март, апрель, эти митинги ходили, они ходили параллельно друг к другу. Одни там были за одно, другие за другое, эти митинги. И именно в этот день, то есть у них было всё это заготовлено, и у одной страны, и у другой. Да, я уже... Да, но именно в этот день, вот именно 2 мая, при том, что у украинских активистов было гораздо больше, эти почему-то, я же этот эпизод тоже брал, почему-то решили пойти им на перерез. И начали там жёстко выхватывать. Потом появляется ещё огнестрельное оружие. Погибает несколько украинских активистов и происходит то, что происходит. Вот и вся история. Я не знаю, можно ли кого-то оправдывать или обвинять в этой ситуации, потому что в ситуации, где эмоции превосходят рациональное мышление, сложно кого-то обвинять или оправдывать. Единственное, что я знаю, что украинские активисты за Украину, а вот российские активисты что там делали, я вообще не понимаю. По факту, единственные, кого здесь точно можно обвинять и никак не оправдывать, это правоохранительные органы. Потому что они, людей с пророссийской символикой, флагами и всем прочим, должны были сразу же задерживать. И всё. Получается, их должны были ещё задержать и на Майдане людей? На Майдане, на Майдане вообще интересная история, потому что, в принципе, в принципе, наверное, наверное, Майдан тоже нужно разбирать как-то полностью, начиная с инцидента первого, вот это вот избиение, а потом брать все столкновения и понимать уже к этому моменту, что когда всё перешло в неконтролируемую фазу, опять-таки здесь что-то уже, знаете, кого-то обвинять, защищать. Это больше было бездействие правоохранительных органов. Конечно. Но с другой стороны, я их тоже не оправдываю, потому что они тоже спровоцировали людей на выход на Майдан. Но, опять же, я вижу, СМИ сильно расширили вот эту вот картинку избиения студентов, из-за чего, блин, ещё больше народу потянули. Конечно. Люди некоторые воспользовались этим Майданом. Естественно. Начали пользоваться своей политической... Естественно. Это я тоже всё видел со своей стороны. Меня, например, не было на Майдане. Ну, меня тоже не было. Правда, и на Антимайдане не было. Ну, Антимайдане тоже не было там. Ну, я, да, видел там Антимайдан, но он не такой большой был. Его особо... В Донецке, в Донецке? В Донецке, в Киеве самом. А в Донецке был Антимайдан? Нет, там особо таких митингов не было. Ну, были там какие-то митинги, но так особо. Помахали флагами там, засняли их, просили интервью их все... Боже, смотреть, как там людей убивали, прямо палками забивали в Донецке, украинских активистов? В Донецке? Ну, я видел там видео, да. Так вы же, ведь, не видели? Да, я видел там, одна тоже сторона, ну, как в Одессе, одна сторона сошлась, другая сторона сошлась, и начали между собой, блин. Да, и там убивали палками украинских активистов. А кто был не согласен, того бросали в подлогу. Только украинские активисты были в Украине и за Украину, а российские в Украине и за Россию. Ну, только надо же еще учесть то, что с других областей также приезжали на Донецк, и, я не знаю, каким-то символическим способом они хотели повалить памятник Ленина, как и на других областях. Я, в принципе, ничего не имею против, укажутся свои истории, кто-то уважает Ленина, кто-то не уважает Ленина, но памятник стоит и стоит, зачем его трогать вообще? Я не знаю про памятник, я вам говорю про жизнь людей. Приехала машина, автобус с людьми, специально провоцировала, она уже приехала с баллончиками, с палками, то есть, естественно, на мирный митинг они явно не собирались. Они хотели, я так понял, повалить, ну, там, везде по новостям показывали, по стримам, как они приезжают в каждую область, каждый город, и символично пытались завалить памятник Ленина. Не знаю, с какой целью это все было. А вам памятник Ленина представлял какую-то для вас цель? Нет, мне он как-то без разницы стоит и стоит. Чему важно говорить? Потому что с других областей приезжают люди, начинают говорить, что им нужно, и вот мы хотим повалить памятник Ленина, но смысл в другой области приезжает? Нет, смысла никакого нет. Смысл в том-то деле, смысл никакого нет. Просто результат этих действий никто не погиб. Я не говорю про памятники, я говорю про жизнь людей. Да, никто не погиб, но самого смысла вот этого вот я не понимаю. Я не понимаю. Люди приехали якобы на мирный митинг на автобусе с других областей к нам в Донецк, причем уже с палками, уже с ножами, там где-то это, помнится, тоже видео было, их окружили еще, их поставили на колени, и они выложили все, что у них было. Я понял, я понимаю. Ну я понимаю, самозащита. Вообще, это настолько глупо выглядит, то, что вы сейчас рассказываете, такое впечатление, что их специально кто-то им денег дал, чтобы они приехали и это сделали, чтобы их разоружить и это все заснять. Потому что как бы они должны были реализовать то, что собирались, я, честно говоря, не понимаю. Я тоже не понимаю вот этого всего смысла, зачем приезжать с вот этими баллончиками, со всем остальным, тем более маленькими глупами, понимаешь, что ты не сможешь ничего из них сделать. Выхватили и сели и уехали. У меня есть свое предположение, зачем это все делалось. Если хотите, я могу высказать, но, наверное, вы с этим не согласитесь. У каждого своя история. Кто-то на Западе уважает одного человека, кто-то на другой стороне уважает другого человека. Кто-то в Галичине СС служил, у кого-то Дибли служили, там у кого-то на Советский Союз служили. Поэтому у каждого своей истории, каждый верит в то, что верит. Но кто-то понимает, что он в Украине и за Украину, а кто-то понимает, что он в Украине, но становится за Россию. Не то чтобы за Россию, я и не был поначалу за Россию. Да я же не про вас, мы же вообще берем общую историю. Это да, кто-то был конкретно за Россию, кто-то там хотел отдельно вообще с Россией, кто-то вообще отдельно в Республику, кто-то вообще просто хотел особый статус. Да, это правда. Ну, в принципе, я тоже был больше за идею конфедерации. То есть, как бы страна одна-одна, но с каждой области имела больше прав. То есть, кто-то там хотел увековечить своего героя, там Бандеру, допустим, да, ради бога, чтите его, блин. Где-то с той стороны хотели говорить на украинской, да, говорите на украинском, там запрещали российское, да. На другой стороне, наоборот, больше российского. Российский, русский язык никто не запрещал никогда? Ну, говорит на русском, да, никто никому не запрещает. Ну, сейчас я по новостям вижу, там запрещают литературу, запрещают музыку. Сейчас, после российского вторжения? Да. Здесь вообще ничего больше не будет российского? Ну, я уже... Вообще ничего. После того, как с Россией в наши города и мирные дома летят ракеты, здесь российского не будет больше ничего никогда. Это я тоже не понимаю. Хотя я никогда не был сторонником вот этих вот всех сносов памятников, там, да, и всего такого прочего. Сейчас я буду самым ярым инициатором того, чтобы ничего российского здесь не осталось, просто вообще. Ну, не то чтобы российское, я имею в виду русское. Вот, поют на русском песню, ради бога, пусть поют. Запретить, все запретить. Ничего не осталось. Обнести забором, залить бетоном. Но это сейчас. Это сейчас. А на тот момент как-то очень много лояльных в Украине оставалось людей. Ну, Россия, Россия себе. Ну, и что? Ну, да, там раскачали, там, сепаратизм не раскачали. Ну, так это ж там, где-то там происходит. Ну, такое, знаете. Было, было. Очень много. Да, я не спорю. Ну, после того, как жители Харькова, например, вот мы были недавно в Харькове, разговаривали с реальными людьми абсолютно, жили у них там, они нас приютили в общем в одном месте, и там много живет людей. А Харьков до сих пор очень сильно обстреливается, и этим людям приходится прятаться. И мы с ними со всеми пообщались. И, знаете, после того, как жительница Харькова позвонила своей маме в Белгородскую область, говорит, ребята, от вас к нам летят ракеты. А мама ей отвечает, подожди, подожди, потерпите немного, мы вас спасем. Вот после этого, знаете, ну, мы просто понимаем, что там люди, которым абсолютно бесполезно что-то доказывать, с ними уже абсолютно бесполезно разговаривать. Ну, там другие новости, да. Я не знаю, какие там новости, ракеты летят. Дочка говорит маме, летят ракеты в нас, убивают людей. Она говорит, потерпите немного, мы вас спасем. Я тоже этого движения не понимаю. Крапка. Не будет. Максимум, от чего российского вообще в принципе можно избавиться, хоть по касательной, от всего мы избавимся. Но это сейчас. А в тот момент, нет, не было ничего такого. К примеру, тот же Харьков, Николаев, Запорожье, они как были преимущественно русскоязычными, так и остались все эти 8 лет. Никто их не трогал, на лоскутки не резал. Мы просто начали с того, что русский язык, вы сказали, запрещали русский язык. А я очень серьезно отношусь к таким высказываниям, потому что это высказывание российской пропаганды. Я вам утверждаю, никто не запрещал русский язык. Что запрещают русский язык. Я сказал, что я за идею конфедерации. То есть, кто-то захотел там на украинском говорить, ради бога, пусть говорят на украинском. Кто-то там запрещает. Но если бы я, к примеру, сказал, что если где-то будут запрещать русский язык, ради бога, вот каждая область... Да-да, я понял, понял. Вот, я больше выступал. Или федерализация, или там... Федерация, конфедерация. Я больше выступал за это. Изначально, по крайней мере, выступал за это. Ну, поначалу я просто смотрел новости. Я никуда, никакие движения не вступал. Я наблюдал за всем процессом, как оно все произойдет. Я вообще думал, что это все быстренько, все затухнет и все пройдет. Ну, я вижу, что начинают это все более-более расширяться, все это движение. Начинают по областям ездить, там свои права качать между собой, опять драться, опять жертвой. С обеих сторон жертвой. На Донецк тоже приезжать, свои права качать, администрации брать. Ну, опять же, хочу уточнить, что не мы первые начали администрации захватывать, там, брать их. Мы поначалу, в Донецке вообще тишина поначалу была. Там все сидели и просто наблюдали за процессом. А в Крыму что в этот момент произошло? В Крыму там практически то же самое на более больших масштабах. Там по-тихому провели, скажем так, очень быстро, я бы сказал, провели референдум. И забрали остров вообще себе. Полуостров Россия забрал. Я хотел бы уточнить, что вы сказали, в Донецке не мы первые начали администрации брать. Да, мы не брали. А кто? Ну, были на Майдане люди, они, я видел даже видео, как они пытались штурмовать здание, там, ЧМВД, ЧСБУ, там, какой-то правоохранительный хором. Они заходили в какие-то офисы государственные, ну, эти, дома, брали депутатов. Раз те берут это самое, ты ломаешь структуру разговора. Потому что я понимаю, о чем он говорит. И я к этому вернусь. Там, забрали депутатов, там, какие-то переворачивали мусор. Давайте хронологически. Вы говорите, Россия забрала полуостров. Да. Имела право на это? Ну, не то, что как забрала. Начало ли они дали возможность людям проголосовать на референдуме. Кто они дали возможность людям? Россияне. А почему россияне могут давать или не давать людям право голосовать в Украине на украинском референдуме? Как они там заявляли, они как бы давали... А какая разница, что они заявляли? Я вас спрашиваю, фактически, вещь. Вы говорите, россияне дали возможность людям проголосовать. И я вас спрашиваю, очень просто, какое право, россияне имеют что-то право давать или не давать украинцам в Украине? В юридическом плане они не имели никакого права, да. Спасибо. А в каком имели? Я к тому, что на тот момент передавали, что якобы они гарантируют безопасность проведения этих... Ну... И что? ...голосований. И что? Ну, как заявляли, что будут различные провокации, и они якобы их пресекут. Какие провокации? О чем вы говорите? Драки, убийства, стрельба. А что оно там должно было быть? Ну, потому что там тоже разделилось на две категории. Ну, там одна толпа была пророссийская, другая толпа про украинцев. Про украинцев, да. Понятное дело, у каждого свое мнение, каждый решает. Да. Ну, так и каждый бы пусть себе решал, а то зашла Россия и решила решить за всех. Это правильно по-вашему? Ну, насколько я знаю, российские базы в Крыму, они и были. Были, конечно. Были. Только они были базы. Да, это были базы. Никаких референдумов эти базы проводить не были наделены правами. Мне кажется, там какая-то своя политическая ситуация, мне кажется, там договаренность какая-то все-таки была. Потому что я не думаю, что вот так просто взяли Крым и вот уже российский. Да нет, просто в Украине произошел Майдан и не было четкой вертикали власти. Никто не хотел брать на себя ответственность и Россия просто зашла, воспользовавшись этим моментом, сделала то, что она сделала. Давайте называть вещи своими именами. Это простой, тупой, гопнический захват чужих территорий. Ну, можно сказать, да и так. Давайте как-то по-другому скажем. Но опять же хочу уточнить, там был проведен референдум, люди проволосовали за то, что они... Нет, референдум это то, что проводится по закону. По закону, да. Опять же, но как вы сказали, не было определенной вертикальной власти. То есть никто не хотел брать на себя ответственность. Это не... Плошная нафига. Подождите, стой. Причем здесь, что в Украине было в тот момент? Какое право Россия имела что-то проводить на территории Украины? Возвращаюсь к вам снова к этому же вопросу. И снова я отвечаю, что юридически она не имела никакого вопроса. Так какой референдум? Зачем вы мне говорите, начнем с того, что провели референдум? Референдум это что-то, что имеет под собой какие-то юридические основания. Да. А его провела Россия, которая не имела на это юридических оснований. Мы долго будем по этому кругу ходить? И зачем? Нет, к тому, что да, юридически даже и не могла референдум провести. Да, она ходить по этой земле юридически с оружием не могла. Да. И российские войска тоже не могли там ходить по этой земле. Это я прекрасно понимаю. Простой, тупой, глотнический захват. То есть, с другой стороны, народ этой земли, Крыма, выявил свое мнение, что она хочет этим голосованием. Народ может выявить свое мнение только на законном референдуме, на котором проводится законный подсчет голосов. А на референдуме, который проводят гопники в балаклавах с автоматами, никто ничего, никакое волеизъявление понять не может. И подсчитать, соответственно, тоже. Потому что, когда идет тупой гопнический захват власти, его проводят люди в балаклавах и с автоматами, как это и было в Крыму. А когда есть референдум, то референдум проводится согласно определенных законов, определенной страны и международного права, чего в Крыму не было никогда. С этим, да, я согласен. Ну, так это тупой гопнический захват территории или это все-таки что-то законное? Ну, с одной стороны, да, по большей части юридическом плане, Россия не имела никакого права на это. Да и народ, в принципе, на тот момент тоже ихний голос особо юридической силы не имел. Но сам факт того, что они тоже высказались, это хотя бы просто учесть надо. Да я учитываю, что в Крыму были люди, которые были лояльны к России. Но были люди, которые лояльны к Украине, то есть не лояльны к Украине, которые считали себя украицами. Я говорю, он больше сказал, что до тех пор есть люди, которые считали себя украицей. Таких мнений нам не нужно. Получается, как мы живем? Кто сильнее, тот и прав, да, типа? Нет, я не говорю, кто сильнее, тот и прав. Я к тому, что нужно прислушиваться ко мнению каждого. Ко мнению каждого, конечно же, нужно прислушиваться. Именно для этого есть определенные законы, определенные формулировки, как это все происходит. Конечно же, прислушиваться надо. Я полностью согласен в этом, что прислушиваться нужно каждому. С одной стороны, который, допустим, против вот этого беспредела на Майдане, захваты администрации, избеяния, и с той стороны, что, допустим, в Крыму, копничкий захват полуострова. Но, опять же, что я могу сказать, ну да, это неправильно. У каждого свое мнение. Украинцы, которые считают себя украинцами, и украинцы, которые считают, что уже они не украинцы, скажем так. Потому что, я так понимаю, они насмотрели на то, что происходит в Киеве, что это уже перешло все границы, что оно уже вышло, что никто это не контролирует, скажем так. Но, как вы говорили, оно перешло, то есть не было вертикали власти, что никто это не мог контролировать. Они, я тоже это увидел, что какая-то анархия, что будет дальше, что будет происходить. Янукович вообще просто ушел. Ну, как бы убежал, я бы сказал, они ничего после себя не оставили. Я думаю, россияне ему помогли убежать. Ну, давай тогда всем, что ли. Раз он уехал в Россию, то получается так. Правильный вопрос, вы любите кофе или энергетику? Нет, спасибо. Я в шоке. Я просто, я кофе не люблю и энергетики особо не пью. Яблоко. Яблоко можно, да. Идем в конце. Да, даже персик. Ну, вы же не против, что я курю вейп? Нет. Это ради бога курить. Спасибо большое, потому что я, видите ли, у меня нету таких прав, чтобы кому-то что-то запрещать не говорить. Вы не можете меня запрещать, но вы можете высказать. Я постоянно нахожусь в, скажем так, коллективе, который постоянно курит, и я уже ко всему этому требую. Это нормально в колонии, так бывает. Но, по большей части, опять же, я просто наблюдал за этим процессом. Да, я не поддерживаю, скажем так, вот такой простой захват Крыма. Мы просто целый день с вами общаемся практически без перерывов, поэтому мы в это же время можем и энергетик выпить, и вейп покурить. Потому что нам просто нет времени другого, чтобы это делать. Это я для зрителей больше говорю, чтобы они не осуждали нас сильно за это. Я, в общем, дойду туда уже до такого момента, когда уже пошла армия. Отправили армию на Донбасс. Опять же, я просто пока что наблюдал. Не, я же про администрацию хотел еще. А, по поводу. Это же мы же в Крым, да, а потом же идут администрации. В Киеве захватывают администрации. Я не говорил, что в Киеве захватывали администрацию. Я сказал, что они врывались в них. Я видел видео. Я помню, что там первые начали, а уже вы потом. Ну, они, да, они стояли в начальном Мальдане. Я видел потом еще моменты, когда они стояли возле каких-то административных зданий. Врывались туда, брали там якобы депутатов, представители каких-то власти. Засовывали к мусорникам, какого-то зеленка. Совершенное было. МВД или что там было. Тоже пытались ворваться. Потом по ним начали стрельбу. Но опять же, ворваться в органы. А это неправильно, конечно, осуждаю. Началась стрельба, ну естественно, потому что, блин, они попытались зайти, блин, скажем так, в органы власти. Представители власти, защитники власти. Так, 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 верно. И потом вы посчитали, что вы тоже, наверное, можете делать у себя в регионе. Нет, я так не посчитал. Но, возможно, кто-то решил так, что надо встать, надо что-то сделать. И вы думали, что это равносильное действие, да? Я не думал ничего. Я просто хотел, чтобы это поскорее всего закончилось. На тот момент. Понял, понял. Я просто вам хотел спросить, видели ли вы хоть раз, чтобы в любом регионе Украины, кроме Донбасса, кто-то снял украинский флаг, потоптался по нему ногами и повесил вместо него российский флаг? Нет. Показать вам видео, где это происходит? По крайней мере, на тот момент я этого не видел. А на Донбассе это происходило постоянно? Я был на практике. Снимали украинские флаги. Кто был с украинскими флагами, того обзывали, били, убивали. Человек, который выходил с украинским паспортом, его всячески унижали. Украинские флаги срывались и на их место вывешивались. По видео, да, я видел такие моменты, я согласен. Как по поводу с украинским паспортом, я, конечно, это первый раз вообще слышал. А, да, это женщина просто вышла уже, когда у вас там вот эти вот хороводы водили. Это что у нас, Одесса, а вот это вот у нас вот эта вот история. А это нет, это Харьков. Тоже в Харькове то же самое. Здесь у меня... А почему, собственно говоря, разница? Вот вы говорите, что... Да это у меня вся хронология, мы уже брать ее не будем. Слишком много. Кстати, вы на референдуме голосовали? Я голосовал за Харькова. Не-не-не, на референдуме. Нет. Просто вы говорите о том, что вы были за конфедерацию, а на референдуме было всего два вопроса. В том-то и дело. Самостоятельность или же несамостоятельность. То есть никакой конфедерации, федерализации или еще чего-то такого подобного там не стояло. Да. Я думал, это будет все в процессе. Сначала самостоятельность, а потом... В начале республики там отдельно произносят свои независимости, потом все это объединится в одну большую страну в Уфе. По крайней мере, я... Могли, могли бы так думать или почему нет. Вот, смотрите. Это, во-первых, ходят по школам, ищут украинские флаги, там всякую украинскую символику. 28-ое, 05-ое, 14-го года можете сравнить. Это администрация, да? Ну да. Видите, это то, что я говорил. Флаги своей страны. Это предатели, манкурты, это государственная измена. С моральной точки зрения это предатели, с юридической точки зрения это госизменники. А вот женщина стоит с украинским флагом в Донецке 28-го, 05-го, 14-го года. Просто вышла с украинским флагом. Ну, типа, одиночный митинг. Да, потому что везде пророссийскими... А я истучка в России запроеду, а нам наплевать на тебя. А мне вообще... Ну, все, вроде и нормально, да, вроде и разошлись. Да, нет. Всегда есть провокаторы. Самое интересное в этой ситуации, что именно эту женщину они называют фашисткой. Да, я... Посмотрите на действия этих ахалделых. Шимпанзе, я извиняюсь. Шимпанзе это для них комплимент просто. Ну, я не знаю, как их называют. Просто вот смотрите то, что они делают. И она фашистка, понимаете? И так вот 8 лет оно и было. Я против, конечно, этого. Я не согласен, это неправильно было сделано. Ну, просто я вижу, по большей части пенсионеры кричали фашисты. Они довольно-таки... Посмотрите. Это же чистые нацисты. Ну, нацисты это за национальность больше выступают. Нацисты? Это те, которые считают, что одна нация выше другой. Ну, если очень нутрировать. Вот они выдирают украинский пах и бросаются на человека. Набрасываются за то, что она украинка. Вот нацизм. Это неправильно, да. Есть такие моменты, есть всегда везде свои провокаторы, что с одной стороны. Ну, провокаторы, не знаю, мне кажется. Ну, как там говорили на тот момент эти тетушки. Реально в это верили. Ну, не суть дела. Вот теперь после всех администраций Крыма и всего прочего, мы можем перейти, наконец-то, к вашему военному пути. Вот вы это все увидели и вы были за конфедерацию, хотя голосовали за, не голосовали вообще, да, или голосовали? Нет, я голосовал, когда выбирали Захарченко. Понял, ну, а в общем, вы были за что-то свое, на референдум вы не ходили, проголосовали за Захарченко, и вот вы идете служить. Почему? Ну, на тот момент, когда я уже пошел служить, это уже была середина, ну, июнь-июль 14-го года, где-то 24-го, то есть уже боевые действия проходили полным ходом, и там уже Славянск, Роматорг был, там уже были украинские войны. На тот момент. Ну, до этого момента, да, я все это наблюдал. А российские военные были в этот момент уже в Донецке? Нет, я не видел там никаких. А Гиркин кто? А Гиркин кто? Я имею в виду военных. А Гиркин бордюры пошел покрасить там? Нет, Гиркин, да, он россиянин, я согласен. Я к тому, что все заявляли, что там, блин, регулярные войска или там какие-то контакты. А, какая мне разница? Я что, дурачок спорить о том, регулярные или нерегулярные? В чем смысл? Извините, висят российские флаги, ездят российские танки. Бегают российские добровольцы. Я буду доказывать кому-то, что нерегулярные или нерегулярные, мне это неинтересно. Нет, я к тому, что там прям целая российская армия, группировка прям какая-то туда не заходила. Я, по крайней мере, их не видел. Да, добровольцев я видел. Но они зашли под видом казаки. Казаки? Казаки, да, там были. Какие-то оплоты, какие-то... Но оплот состоял в основном из добровольцев. Купили там себе, могли бы идти купить там. Так, нет, конечно, не видел. Как вы там, по новостям и поясняли. Военторы так купили. Тот совет, кем министра ДНР... Я таких новостей не видел. Бородай бегает. Там какие-то Гиви с Моторолами бегают все, как один, россияне. Да, Гиви, я знаю. Ух-та или откуда этот Моторола там. И я буду доказывать, что они штатные, военные или нештатные. Зачем мне это нужно? В чем смысл? Нет, россияне там, скажем так, россияне там были. Да, добровольцев я видел. Ну, прямо именно в армию, да, я там не видел. Я просто говорю конкретно за армию. Я понял. А мы вот здесь вот общаемся с теми, кто был признан. Оказывается, что чуть ли не каждый командир полка местного был тоже россиян. Вот этот славно известный север, вот этот славно известный. Вы говорите про регулярной армии, а зеленые человечки в Крыму? В Крыму, да, я говорю конкретно за Донбасс. Ну, я просто не знаю. Ну, я понял. Просто можно делать вид, что ты с иншой планеты знаешь и там. Например, в Крым, да, ну там, да, там зашла Россия. А вот на Донбасс зашла, но не так, а совсем по-другому. Нет, я говорю сейчас за Донбасс и за Крым, то, естественно, я уже сказал, что я не поддерживаю такой метод захвата. Ну, хорошо. В Славянске были уже украинские военные. Они там, в общем-то, и раньше были. Ничего странного, что они там были. А в Донецке в это время уже были российские военные, но не российские военные. Хорошо, давайте дальше. По большей части там были всеместные. По крайней мере, там, где я был, там в основном всеместные были. А в Славянске вообще всеместные были? Ну, в Славянске я не знаю, там не был. Не, ну, там вообще все местные были, потому что все украинцы. Ну, добровольцы, наверное, там были, да. Ну, все украинцы. Вооруженные силы Украины украинцы, добровольцы украинцы украинцы, жители украинцы украинцы. Не, ну, Стрелков, да, он россиянин, я согласен. Возможно, там еще какая-то группа, ну, как он заявлял, да, там зашла, он сам лично Юйкин говорил, что зашла там группа российская. То есть, состоящая из России. Я не могу сейчас включить этих групп российских и танков показать. Мы сейчас 10 минут с вами будем с тобой. Нет, я знаю. Я, что с какой стороны заезжала и ей только было. Я просто вот это, когда начинает кто-то, то ли из меня делать какого-то не вполне умного человека, то ли из себя. У меня есть куча видео на этот счет. Я понимаю. Я понимаю, я к тому, что конкретно армии российской туда не зашла. А, так я говорю, не надо армия, мне это ничего не интересно, армия или не армия. Российские флаги висят, российские танки ездят, российские военные ходят, даже если они добровольцы. Зачем мне эта штатная армия? Я вам говорю, давайте, ну, идем дальше. В Славянске были украинцы, вы говорите, да, в Славянске были украинские. А в Донецке в этот момент были и россияне, помимо местных. И там, и там были и украинцы, и россияне. В Славянске? Да. То есть, вы имеете в виду, когда он наполовину был, типа, под Россией? Когда на тот момент, когда в Славянске было вот это ополчение, там как были и россияне, там были и украинцы. Я имею в виду тот момент, когда уже Славянск перешел под Украину. Когда были под Украину, там, естественно, были и украинцы. Да, да, вот, берем, да, хорошо, рассказывайте дальше, извините, перейдем. Ну, на тот момент, опять же, я был на практике. Учился, как всегда, на повара-официанта, смотрел за новостями, следил за всей ситуацией. Смотрю, что уже подошли к Донецку и начались обстрелы. Как они там нам говорят, мы сами себя обстрелили. Ну, я, естественно, хотел в этом самоубедиться, я бросил в свою практику, я сел на автобус и поехал на Донецк. С Новозолков, ну, трасса Новозолков в Донецк. Я поехал, проезжаю, вот, вот, как раз, последний был пост, у меня проверяют документы, ну, украинский был пост. У меня проверили документы, мы селя в автобус, поехали дальше, и буквально, вот, минуты две, как мы едем, и тут резко начинается артуда. Ну, точнее, артобстрел. То есть, я понимаю, что где-то возле блокпоста, прямо возле украинского блокпоста, стоит артиллерия и бьет по Донецку. Ну, я не к тому шел, вот, прямо она бьет по Донецку, смотря куда она бьет. Я к тому, что, блин, прямо возле блокпоста, через который едут гражданские лица, стоит артиллерия и бьет по Донецку. То есть, как это так, артиллерия в тот момент, когда гражданских едут по дороге в Донецк, стоит рядом с блокпоста артиллерии и бьет по Донецку. То есть, получается, они не боятся, что пойдет ответка? Конкретно куда она летит, я не видел. я просто рассолю установки сами установки артиллерийские нет я конкретно слышал ну блин бах был такой еще она стояла буквально вот рядом она где-то вот зеленки в пану там были поля там были поля я прекрасно понял что где-то вот тут рядом возле полей тут километра может не знаю вану стояла арт-арт батареи там какая-то стрелял то есть получается стоял возле блокпоста они еще не боятся что начнется ответка получается и накроют помимо того что еще и артиллерийскую установку и блокпост через который проходят еще мирные люди одно дело я понимаю когда стоит артуда ну арт вот эта батареи и стреляет тот момент когда был по закрыт то есть когда мирного населения там нет а другое дело когда вот куча людей едет туда-сюда и в этот момент где-то стоит артиллерии бьет по донецку то есть это угрожает жизнь скажем так мирном населении безусловно в той картине которую вы нарисовали такие ну это уже мое первое впечатление было когда я уже заехал это уже подумал бы как так это угрожает жизни людям мы и мы заехали начали ну я не я сразу конечно не брал оружие они у них не ходил я я приехал домой с теткой мы сидели вначале просто отдыхали я опять же следил за новостями терпел все это пока что время ждал что это когда нет тогда уже сильно пострадал к тому моменту он начал ну по нему постепенно каждый день стреляли я постоянно слышал обстрелы я непосредственно еще даже мне даже друзья вот рассказывали что возле путиловку обстреляли у меня друзья возле путиловки жили бы дома пятиэтажки которые там были они все были посечены осколками то есть стреляли туда стреляли по шахтам и я еще лично вот когда был в кировске когда я был процессе своих скажем так боевых скажем так действия был в кировске работала шахта я лично видел как со стороны украины летят рады по работам по рабочей шахте где еще работали люди еще получали время то есть было видно четко и направление полета и все зафиксировано ясно это была возвышенность я стоял на высоте там был маленький блок по всего четыре человека я стоял и вот напротив меня поле все стороны я слышу с той стороны ну запуск идет ну пошел да а там точно украинцы да на тот момент а были украинцы потому что там но я видел столкновение но не то что столкновение видео обстрел на эту другую и от той стороны я видел шоу пролетают рада не как раз пролетели над нами и как раз по шахте а в той в той шахте увидел возле той шахты никаких там российских формирований сезоне танков ничего никакой не техники не вообще ничего там были там возле возле шахты да там не кому ты шаг стал бог по опять же из четырех человек я не вижу смысла раду обстреливать шахту которая работает которые работают люди которые зарабатывают деньги еще время но я не подвергаю разума сомнению или же утверждению ваши слова они просто такие как началась но вот как раз между концу конец 14 года когда это также я видел видно я не был свидетелем куда но и видел видео в интернете как ночь донецк я как раз вижу что это донецк и вижу вспышки где-то далеко со стороны как раз у украинской стороны вспышки и после этих вспышек и вижу шоу рады начинают накрывать прям по городу разброс буквально добров я довольно я вот довольно-таки часто езжу центр я вот ездил центр я довольно-таки часто видел разрывы видео чтобы были повреждены здания рядом никаких военных точек не было абсолютно никаких военных тоже не было вот обстрел то же самое же д во первых там рынок там же до этом бы постоянно большое скопление людей я не могу понять зачем с артиллерии бить по рынку по станции это вообще никакого обоснования там что-то мы сказали на рассказывали этом даже камеру показывали что вот троллейбус стоял и там скажем так погибшие люди прям в этом троллейбус еще пола мины рядом снаряды и посекло людей которые просто вы ехали по своим делам опять же погибли за что опять же ж.д. военных никаких нет никаких военных техники там тоже нет до аэропортом чуть дальше но убить по ж.д. я не не видел никакого в этом смысла погибли люди я это естественно все видел опять же тоже кировская виде логично как рады летели я естественно не понимал всего этого я пошел на блокпост первый попавшийся с военными и сказал что дайте мне оружие возьмите куда угодно я буду защищать мне на тот момент было вообще плевать что на россию блин вообще все равно я просто вижу чтобы люди которые дали клятву защищать народ они обстреливали мой город которым я жил и родился я взял оружие да я согласен но извините меня они дали клятву да я понимание солдаты они должны выполнять свой приказ то есть ты не имеешь право на сказать нет просто вот если бы действительно человеку солдату солдат мог просто сказать нет я не пойду то это добыл как раз можете так долго не объяснять почему вы это сделали я могу апеллировать каким-то пропагандистским вещам о которых я знаю подтверждение или опровержение которым я могу найти в открытом доступе что мы с вами и делали на протяжении сорока минут в которых я хорошо ориентируюсь которые я могу проверить перепроверить но я не могу никак опинировать словам человека который говорит я был там и я видел это хорошо поэтому то что вы говорите если вы так думали да если вы действительно в это верили то вы можете не объяснять почему вы взяли оружие потому что если это было так то мне очень понятно ваша позиция я в это верил и просто туда вот как они там говорят мы сами себя обстрелили то есть получается сами как это сами люди которые живут донецке и сами обстреливают свой город но я банально просто не логически не мог понять этого всего как может человек и возможно возможно да не потому что на данный момент вот из того что я вижу россия стала обстреливать мариуполь харьков чернигов и так далее и я вам могу найти сейчас миллион подтверждений того что вот они утверждают что мы стали обстреливать сами себя я тоже я вот например не понимаю как это вот мы жили себе мирно все у нас было хорошо тут заходит россия и мы начинаем вдруг сами себя обстреливать тут смысла не вижу вообще никак как смысла ракет по живым домам я тоже не вижу вот тут мы с вами родить миллионы долларов на ракете да и отправлять ее в полет чтобы она просто по на наш точечное получается и попадает в жилой дом где погибают люди и смысла я опять же не вижу поэтому взяли воружья взял оружие на я пошел на блокпост я сказал дайте мне оружие что что-нибудь и я буду защищать людей которые здесь живут потому что я не могу на этом больше смотрите из царь стоит стороне ну поначалу конечно мне не давали никакого оружия просто стоя на блокпосту мы проверяли документы и у нас на блокпосту сколько человек наверно 6 было его но только был автомат калашникова то есть если бы россия действительно прямо такие сильно нам помогала я думаю там ни одного человека был вообще ваш никого где-то недели две прошло мне удали скс 20 патронов на него форм пошли в шахту поискали за две недели нашли скресс и выдали как там говорят но нет естественно не пойти же будем честны до конца сразу россия всем не дала автоматы но потом довезла очевидно так потому что шахте вряд ли вам бы его нашли за две недели это так говорят шахте там нашли куча оружия я сам в это не верю какого перепугу там где-то в шахтах оружие ну не знаю может где-то склады действительно там имеются для подземные бункера нам еще старых времен советских ну потом сказать еще может быть вот танки с рссо уже только извините у вас военторгах не продавались это это но поначалу как они там горели не захватили но все мы прекрасно понимали что ничего этого не захватывает тем более что есть куча видео доказательства кто-то заезжает с россии с российским тем более доказательства кругом есть это всем всем да да это скрывать не зачем даже смысл там нет я просто шутку когда получается разговор тогда он получается вот у нас с вами он получается потому что мы хотя бы где-то можем ну вы не отрицаете очевидных вещей есть человек который приходит отрицать все очевидные вещи этот очевидный человек этот очевидный человек я уже даже на кого да он рассказывал ваш он броню включил и все ну вот я с ним полтора часа сидел и говорил а это атака давайте посмотрим это давайте это давайте так нет я видел я знаю я я вижу но я не вижу понял а зачем мы сюда пришли можно сразу было сказать я пришел позвонить мне надо было сильно и в общем то ну как бы может быть даже и пошли бы ему навстречу был у меня полтора часа этой броней удохать я ж тоже вроде как ничего плохого не хочу понимаете да тоже вроде как вам ничего здесь плохого не сделал я всего лишь пытаюсь раскрыть всю суть и прийти к самому главному вопросу зачем это происходит на данный момент как это остановить но да не будем так далеко заходить в общем вот далее вам в результате что там дали скс это не особо такое мощное скажем так оружие на самом деле да мне дали скс 20 патронов всего на него я конечно просил больше шоу вообще говорить нету нету ничего тем что два дефицит и еще есть ну примерно до 15 года я буквально ничем таким особо не занимался кроме кого как стоял в центре донецкая на блокпосту знаете или не найти мчс будут это здание бывшие и там стоял просто выходили люди мы проверяли документы там бабушки дедушка приходили на молодцы спасибо что вы вещаете далее давали на молока давали арбузы в общем что иногда приносили молоко иногда там арбузы приносили там просто чего-то приносили попить ну как-то чувствовала что я просто так что я никакой не террорист на самом деле не сепаратиста действительно защитник своей чувствовала что я защищаю народ который здесь находится который обстреливает ну буквально до это 15 года было это как-то расширилась все сильно даже очень сильно кому же техника пошла там уже тяжелая техника начала работать грады дошло уже до тяжелой артиллерии с вашей стороны даст наши стоит конечно должен стоим и сразу сказали жена пошло да ну на тот момент да мне потом забрали искали сдали уже а к 74 уже автомат дали скажем так я особо не умеем пользоваться и нам в процессе все обучали мы сидели да нам показывали к это все разбирается когда всем 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 эти пользуются да да были но это не сразу было это уже в процессе там потом аж где-то пятнадцатом году да там был полигон у нас мы ездили мы были учения ну конечно броню каску нам не давали у нас было в основном такой старая советская ушла от лона знаю почему потому что у вас ну кто-то там путина защищал мне честно сказать я защищал свой ну как свой народ мнение вам не давали потому что вас слова путина защищал мы перед вами стояла ну может быть и кого-то на там стояла перед глазами ладно давай долго уже и так до час 05 что в принципе мы хотели в стороне ну дали автомат дальше дали автомат у нас как бы на дебальцевский котел с есть нам был у вас обед уже не пропустили он у нас сейчас сейчас 1550 в обмен уже был до его привели после обеда давай за самые ну честно сказать я не могу рассказать всего процесса потому что это довольно таки долго я не хочу не вам время в наше времени вы за наше время не волнуйтесь мы имеем время если вы расскажете что-то интересное правда хотите как говорится раскрыть реальные какие-то вещи о которых ранее может быть никто не слышал или слышал но с одной стороны или там вы можете реально добавить каких-то деталей пожалуйста ну меня еще зацепила скажем так на тот момент как ну я не буду говорить кто говорил про то что вашего дети будут сидеть подвалах наши дети пойдут школу да кто-то из политика в думе вашей говорила что надо огородить нас там сеткой и забором какой лишь и мы там и люди второго сорта что по нам нужно скинуть у вас один такой политик был скинг у нас там чьи ядерную бомбу понятно я понимаю все эти цитаты брошенные кем-то либо умышленно либо по глупости выхватывались и обильно орошались вашей пропагандой и вдалбливались вам всем в голову и крутились по кругу понятно вопросов нет говорили я сюда я смотрел именно это потому что было потому что это как в одессе знаете на 500 человек которые пытались помочь нашелся один идиот который добил кого-то палкой именно этого идиота вам крутили по кругу всех остальных вам на них было как раз таки вот это видео чисто случайно не слушайте ну не вы же один просто мне об этом говорите да тут просто то же самое три цитаты которые вы сейчас привели это знаете 33 столпа на которых держала держится вот эта вот пропаганда которую рассказывали жителям и еще есть там пять столков из другой чуть-чуть плоскости да и еще пять видео снятых ночью где-то непонятно кем непонятно как о том как там мальчика взяли распяли азовцы и это самое сожгли ну вот из вот этой серии да ну это странно но это видео пятнадцатого года его сейчас подняли вкинули снова в одноклассники россияне снова смотрят снова что же не делают ладно ничего что там ничего не понятно и она пятнадцатого года это как бы кого-то мало интересует но смысл в том что да я понимаю вы были такие эпизоды их отрицать невозможно просто были это знаете один процент и было девяносто девять процентов других эпизодов других людей людей мыслящих совсем по-другому рассуждающих совсем по-другому на нет надо же было справить надо же было чтобы вы воевали понимаете такие как я не хотел этой войны да и я уверен любой человек не хотел этого иметь да нас нас травили это можно сказать политикам но когда политики которые представители этой страны говорят такие вещи на людей граждан этой страны такие вещи то я думаю тогда зачем вообще находиться защищать эту страну идти за эту страну воевать если вот они такого мнения скажем так о нас что они там хотят нас затравить чтобы наши дети лежали там подвалах сидели что у нас надо скинуть бомбу это представители которые должны защищать права народа которые должны к чему-то договариваться чтобы жизнь людей стало лучше они говорят такие вещи ну как можно как можно решить конфликт а не вместо того чтобы идти на компромисс как-то что-то решить мирным путем они наоборот более разгорают это все даешь по ситуации все правильно действия многих политиков и деятелей и абсолютно никак не оправдал их оправдать невозможно они противоречат здравому смысле впечатление что если бы нужно было бы что-то сказать что было выгодно россии то нужно было бы сказать именно это опять таки для того чтобы вы подумали что мне надо их сейчас надо воевать я шел не против народа я против народа никогда не и не думал даже я не не против украинского народа я не против украинского языка мне он даже нравится этот красивый язык и украина довольно таки большая и в плане экономическом и графическом она имеет большой потенциал по крайней мере на тот момент она имела большой потенциал и возможно имеет будущем потому что во-первых графическое положение на можно сказать ворота между западом и востоком по сути деньги даже заходить кое-то не может быть кожная куля породжуя двух врагов и каждый день миру когда украинская держава демонстрирует на звольненных территориях что громадянник еще месяц Субтитры создавал DimaTorzok Луганського університету імені Тараса Шевченка, з якою я бачився 4 місяці тому, дзвонив мені і каже, ну як ваш день проходить? Каже, встаю о 5-й ранку. Бо це єдина можливість встати в чергу і достоятися, щоб взяти дві ці банки води, бо води немає. Повертаюся о 10-й після черги, залишаю їх вдома, бігу в чергу за хлібом, півтори булки хліба. Бо до 12-й, до 1-й і хліба вже не буде. Повертаюся звідти і більше з дому не виходжу, бо з 2-й години починають виходити ці стройи і можуть розстріляти на полу. Відповідно не повністю. Тому що так, як він щас об цьому говорить... Це те, чого ми з вами позбавилися, дякуючи вашій мудрісті, дякуючи вашій згуртованності і дякуючи тепер вже ми в цьому переконані вашій проукраїнськості. Вони з серцем тішилися, коли я останній день мав зустріч з делегацією ОБСЕ. Я себе фанатом Порошенко не назову. Достаточно посмотреть мои посты. Але то, о чому він щас говорит, я вже розумію, к чому він це скажет. Це зовсім не то, о чому только што говорили. То, що да, була робота, було все, я розумію. Ніет! Він говорить о тех територіях, які нам удалось освободити от сепаратистів. Він же в самому начальні. Те люди, які значально співала власанні сепаратистському режиму, сейчас нормально себе чувствують. А вот там вот дети до сих пор сидят по подвалах и так далее, и так далее. Многие в течении этих 8 лет... Ну що, ще один фейк развенчали? Нет, почему фейк? Ну а в чому же тогда его высказывание такое категорическое... Чем же оно так затронуло вас, если послушать его полностью? Ну, если послушать полностью, с одной стороны, да, он прав. Но с другой стороны, он действительно армию посылала в бой. И действительно артиллерия била по-донецку. Не, я понял. И как он говорил... Я же говорю, я не могу опротестовывать или подтверждать то, чего я не видел, проверить толком не могу. Ну фраза... Ну фраза же то, что... Ну давайте заслушаем. Нет, сейчас эта фраза будет. И миром мы все переможем. Потому что у нас работа будет, у них немае. У нас пенсии будут, у них немае. У нас пеклование под людей, под пенсионерами, под детей будет, у них немае. У нас дети підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Бо вони нічого не вміють робити. Так? Послушайте, он просто говорит про российский режим, который сейчас на данный момент правит там в Донецке. Что конкретно в этой фразе такого неправильного? Те районы, которые освобождены от российского режима, нормально живут. Люди на этих регионах нормально живут. А там, где остался российский режим, там все плохо. Ну конечно, там может быть все плохо, потому что город обстреливается, он блокировался. Извините, но там, где на чужую территорию заходят чужие военные, он будет обстреливаться. Я, как я уже сказал, да, говорите там, россиянине. Да, добровольцев я видел. Ну, слушайте, давайте прекратим ходить по этому кругу. Почему сейчас вопрос вашего обмена решает Россия? Потому что Украина не хочет говорить с ДНР и ЛНР. Конечно не хочет, а кто такие ДНР и ЛНР? Ну, то есть мы сейчас с вами прикинемся дурачками и сделаем вид, что вот это вот сейчас только сейчас Россия взяла под контроль эти вопросы, а все это время она никак не курировала МРД. Я не знаю почему, это политика, почему они не хотят общаться, почему они все это затягивают. Потому что это Украина. Я понимаю, что это Украина. Донецк это Украина, Луганск это Украина, Крым это Украина. И никто ни с каким чепушилиным разговаривать не будет никогда. Обстрел Донецка был-был, люди гибли-гибли. Есть такая фраза, как мне говорили, когда армия бьет по... Про Донецк я еще раз говорю, я не знаю, но вы сейчас привели высказывание Порошенко и вы его приводите как что-то такое острое, что... Я сказал, что мне не нравилось это. Мне тоже не нравится, особенно если вырезать одну эту фразу, она вообще эпичная, эпически хреновая. А в целом получается, что он говорит все правильно. В целом так он говорит все правильно. Да, действительно люди сидели в подвале, да, действительно были пенсии, да, действительно платили деньги. А как и откуда у нас появится в тот момент пенсии и тому подобное, если началась война. То есть по сути у нас... Да, у нас в Донецке, можно сказать, анархия, у нас тоже не было так таковой заболевания. Вы пошли уже по пятому кругу, я мешаюсь. Он говорит про то, что Скобеева и вся пропаганда берет вот эти дневные нарезки, фрагменты и пекает вам в голову. Эти были такие нарезки. И вы не будете пойти дальше, посмотреть, что на самом деле говорилось и разбиралось. И вы под этим соусом себе вложили в голову про то, что мы плохие. Слушай, я не из-за фразы туда пошел. Когда начал обстреливаться Донецк, вы можете назвать эту дату? Когда я приехал. Может быть мы пойдем другим путем, когда вы приехали. Так... Ну, где-то в апреле я приехал. Аж в апреле? Приехал туда, да. Я еще где-то месяц-два сидел дома. Так, о чем вы говорите, ребят? Какой апрель? А в чем, собственно, какая разница? Вы говорите, что Таруто нелегитимен... Это март. Что-что? Это март. Второе, третье, четырнадцатого года. Митинг был многочисленный, но это не все население. Некий Павел Губарев, который выглядит как сумасшедший. Мягко говоря. Признает себя легитимным губернатором, а Таруто нелегитимным. Кто он такой? Прошу прощения. Кто все эти люди, что они что-то там предлагают кому-то? Я хочу от имени митинга... Это точные даты? Я в тот момент там не был. Я понял. Верхонному главнокомандующему войск российской федерации. Я тоже так сидел, смотрел на это. Ну, так вот они обращаются к Владимиру Путину ввести войска. Да. Вот российские флаги, это март уже. Какой апрель? Это уже разгар войны, видимо, был просто, когда вы туда приехали. Я когда туда приехал, я говорю, это где-то в апреле я приехал. В апреле, да. А это марк. Вы когда туда приехали, там уже были полноценные военные действия. Прошел референдум. Уже были убийства украинских активистов. Вот. Поднимается уже российский флаг. Это 9.03. А вот это вот по-украински, их вовсе не двое. Посмотрите, сколько их. Они же не ломают никакие памятники. Сейчас нет. Ну, потому что просто в этих видео не показано это. Ну, хорошо. Так я не знаю, что тут показывают. Ну, я говорю, флаги. Флаги, да. Посмотрите. А вот здесь начинают избивать людей. Вот снимают украинский флаг, вот вывешивают российский. Март. Да, я видел это видео. Вы... Сейчас, подождите, еще, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, совсем немножко. Промотаем. Робунги, государственные флаги, молитва за единство страны. Вот Тарута, вот люди. Ну, я не буду это все показывать. Просто показываешь, и были проукраинские мнения. То есть люди, которые там говорят, да нет, мы... Ну, они сейчас там есть. Да, они сейчас там есть, это доказывать не нужно. Вы же не этот с броней. Я просто пытаюсь чуть-чуть до другого здесь докопаться. А вот... Горловка, 14.04. Ведь никто не пытается стрелять по Горловке. Наши танки всего лишь пытаются проехать на границу, для того, чтобы защищаться от отторжения России. Но местные жители их не пускают. Они голыми руками останавливают эти танки. Были такие моменты? Так, были такие моменты. Так, прикол в том, что если бы наши танки на нашу границу проехали, для ее защиты не заехала бы сюда Россия, и никто бы, наверное, по Донецку бы тогда не стрелял. Ну, это чисто такое логическое рассуждение. У всех было мнение того, что она, блин, подходит к Донецку, чтобы подавить, скажем так, эти митинги вооруженным путем. По крайней мере, у меня такое мнение тогда на тот момент было. Я не знаю, для чего... Нет, давайте еще одно мнение, смотрите. И в итоге, судя по этим кадрам, силовикам пришлось остановиться. Они их ненавидят. А вот февраль 15-го года. Откуда там Читаев, Улан-Удэй и все остальные? Хакинский, Сочи, мать его так. При том, что этого Мудилы уже уработали, если вы не знаете, уже удобряют. Бурятские шахтеры. Бурятские шахтеры? Или что? Да, я согласен там, я видел и Бурятов. А, нет, то 14-й год, или 15-й все-таки, я, видимо, неправильно эту вставку сделал. А вот уже сказали, что бачили. 15-й все-таки, да, значит это не по хронологии идет. Известно, что ополченцы сбили два украинских вертолета. А вот сбили два украинских вертолета. Да. Ополченцы сбили два украинских вертолета. Ну-ка там среди этих ополченцев. Да, был сбит. Был сбит. Он летал на другом городе. Он высиделся часам и там был бой. И после этого он летел здесь, я не знаю, как это называется. Его сбили. Российские войска там казаки. Вы их не поддерживаете или поддерживаете? Нет, я их не поддерживаю. Скажите, а как вы относитесь к казаки? Казаки. Ну казаки, я тоже не поддерживаю. Да я не знаю, тут просто тяжело понять кто-то его поддерживает. Смысл в том, что их тогда было овер до хрена. А вот это вот чудовище, это вообще что? Не, ну это же Бородай, он же россиянин. Да. А он кем был? Советником министра ДНР, по-моему? Честно сказать. Или министром? Как-то не обращал внимания. Да, но тем не менее. И он там что-то выступает, присоединятся, не присоединятся. А это кто такие? Ну опять же, что я на тот момент, на площади их не видел. Ну да, я видел эти кадры. Это на тот момент, когда они так поняла работы. Это, как сказали, прямиком отсюда. Они же приехали Россию защищать на российской технике с российскими флагами. Какая мера, штатные они, военные или не штатные? Я вам такого могу напоказывать, сейчас только два часа будем смотреть. Ну я знаю, я видел. Спасибо. Так вы просто говорите о том, что Украина безосновательно там стреляла... По жилым домам? По жилым домам я не понимаю, в чем смысл стрелять по жилым домам с артиллерией, которой у нас мало и снарядов, которые у нас тем более вообще мало и которые реально стоят дофига денег. В чем смысл стрелять не по военным, а по жилым домам, я не знаю. Мне кажется, что это если бы Путин заказал бы единственный такой обстрел, то в нем был бы смысл. Все, больше я... Я не знаю, был ли такой обстрел. Я не знаю, почему он был. Зачем бить в жилой массив, если они стоят на окраинах? Надо же провести какую-то разведку, наверное, понять, ну то есть зачем это происходит. И тогда бить уже по цели. Я этого не понимаю. Я понимаю только одно, что к тому моменту, когда вы туда приехали защищать, то там уже было россиян просто овер до хрена, там везде висели российские флаги. И то, о чем говорит Порошенко, та фраза, с которой мы начали, он говорит все-таки вполне себе нормальные вещи. То есть там, где Россия, там плохо будет. А там, где вот та территория, которую мы забрали, там нормально все будет. Там у людей будет хлебушек и пенсия, и в школу пойдут. Ну, как он говорил, нет работы и тому подобное, это все, конечно, неправда. Там была и работа, была и вода. Ну, конечно, наворачивает, наверное, или утрирует. Тут такое. И выплачивались там деньги. Тут, конечно, да. Там деньги, там люди за двумя зарплатами идти. За 8 лет. За двумя пенсиями. Одни в Украине и в Украине получали. Как им эти украинские и нацистские деньги было получать, не понимаю вообще. Есть такие люди, которые получают и там, в Донецке, и в Украине там получают. По-моему, не есть такие люди, а всех, кто смог так намутиться. Да, потому что пенсия не такая же большая была. Ну, вот видите. Правда, она где-то вот. Но вот за эти 8 лет довольно-таки экономика выросла, и люди начали более-менее нормально получать зарплату. Вот, а дай им Бог здоровья. Понимаете? Я вам говорю. А что выросла в экономике? Потому что нам как-то вот 300 человек, с которыми мы поговорили. С той из Оргло. Про поднятие с коленой экономики и вообще как-то не говорили. Вы, наверное, второй. Вчера был первый, кто сказал, что у него в Западу было 50. Но это тоже контрактник, это тоже военный. Не, ну это военные. Да, но все рассказывают, как все заводы распилились, все шахты закрылись, выживают на копанках. Сейчас, да. А как же вы говорите в 8 лет? За 8 лет, ну, естественно, был 14-й год, практически, да, было довольно-таки тяжело. Деньги почти, ну, мало было работы. Но потом постепенно начала появляться работа. Да, в начале там по 7, по 8 тысяч, там кто-то вообще за 5 тысяч работал. Если говорить про постепенно или не постепенно, то тут вообще можно взять, просто открыть статистику самих же самых ДНР и посмотреть, что постепенно, даже по тем же самым жертвам. Вот вам жертвы. Среди гражданского населения, которые они показывают, господи. Вот, 2014-й год свыше 2 тысяч человек показывают, это они же показывают. Потом, 15-й год, 955 человек и все по сути. То есть, блин, за все это время жертв не было, да? Нет, статистика смертности. Вот, 112-й человек в 16-й год, 117-й человек в 17-й год, 58-й в 18-й год, 27-й в 19-й год, 26-й в 20-й год, 25-й в 21-й год. Ну, и на январь 22-го всего одна жертва была. Якобы в результате обстрелов якобы с мирных среди мирного населения. Это не бред, это статистика от ДНР, ЛНР. Ну, это бред. Не, ну, это их статистика, это они. Я понял, что это их статистика, но это бред. Это не мы придумали, не украинская сторона. Да, я понял, что не вы придумали. Я понял, то, что вы сейчас увидели, но это бред. Я в этом банально не верю. Как это может быть такое количество людей, столько жертв за такой период? Их намного больше было. Хорошо. Окей, еще есть одно. Загуглить. Донецк после восьми лет обстрелов. Давай посмотрим фотографию и Мариуполь после восьми лет обстрелов. Значит, сначала Донецк после восьми лет обстрелов, а потом Мариуполь после месяца обстрелов. Посмотрим между ними разницу. А, так это собственно. Я, конечно, прошу прощения, но Донецк после восьми лет обстрелов выглядит фактически как целый город. Я к тому, что за окраину. Я не знаю про окраину. Страшно Донбили Бомбас восемь лет. Донецк целый. Ну, четырнадцатый год, да. Так вы сами говорите то, что говорится в статистике. Четырнадцатый год, пятнадцатый, типа много жертв. Дальше они пошли на уменьшение. Дальше пошли на увеличение экономика, о которой вы говорите. Да, совпадает с этой статистикой. Да, так к чему было в 2022 году? Вдруг идти защищать. В 2022 году я вообще не думал, что будет война. Я не верил просто. Каждый год они говорили, что будет война, будет война. Не, ну странная история. Реально странная. Очень странная. И просто когда говорят про восемь лет страшных обстрелов, ну вот вам Харьков, Чернигов, Мариуполь. Я не говорю, что восемь лет были прям страшные обстрелы. Я говорю, что они были, да. В четырнадцатом году они более интенсивные были. За период, когда вот в Минске соглашения были договоренности подписаны. Да, они были, но они, их мало было, да. Но они были. Они были, они были по окраине, они были по определенным населенным пунктам. Там та же самая Саханка, это на юге Донецкой области. Тоже, там люди до сих пор, ну как, на тот момент, когда я там был, по крайней мере, люди до сих пор жили под обстрелами. Там даже магазин работал, продавщица работала, даже когда обстрел этого поселка был, и она все равно там работала. Да я понял. Давайте вошли. Да, ну, выдали после этой... СКС. После СКС, а что выдали дальше? АК-74, да. Да. И тут уже вы, как настоящий терминатор, начали всех крошить в капусту. Нет. Снайферский кульный ствол. Да, да. Конечно. Ну, в принципе, по большей части стояли на... Продобайцам вы нам хотели рассказать честную историю, но не рассказали. Ну, поэтому я ее полностью не расскажу. Ну, давайте, что можете или что хотите. Я просто скажу, что мы выезжали перед тем на Кировское. Там мы стояли на блокпосту. И лично, кстати, видел, как... Ну, то, что грады, то понятно. Видел та же высушников, которые доблестный Порошенко говорил, что не будет никаких срочников на Перетке. Они там были. Ага. И... Добробаты. И что я увидел? Я вот как раз стоял на глазах, я просто наблюдал за процессом и вижу, как я... Поначалу я не понял, что происходит. Я спрашиваю, там вообще наши или кто? Ну, мне там украинцы. А там кто? Там ВСУ стоит. А там. А там добровольческие батальоны. Ну, они между собой стрелялись. По сути. ВСУ с добровольческими батальонами? Да. Срочники. Ну, как... Объяснили, там срочники. А там... Я просто смотрю, там трассера туда-сюда летит. А говорят, что там наши? Нет, там наших нет. Я видел между ними стрельбу. То есть мне не раз даже говорили, что... ВСУ, она отказывалась, в принципе, идти на какое-то наступление. Ага. И каким образом вообще там срочники появились, когда сам Порошенко, как там говорил, там срочников не будет. Он там... Они там будут... Он будет... Его жизнь, здоровье будет застрахован на 1 миллион гривен. И тут каким-то образом появляются доблестные ВСУ срочники. Например, те, которые, во-первых, даже и воевать не хотят. Но у нас командиры некоторые говорили, даже наши, что... Были даже договоренности между друг другом, что под друг другу, там... Если им дали команду стрелять по ним, то они договорились, что вот мы сейчас будем стрелять. А сами прячутся... То есть предупредили. Друг друга предупреждали о том, что будет сейчас стрельба, но не по ним, а там где-то по окраинам. И расходились. С добровольческим батармами, естественно, все иначе. Они заставляли, скажем так, высуете наступление, которое поедет... Ну, срочник, которое вообще не должно было там находиться. И сами, естественно, обстреливали. Как... Как я уже говорил, и Донецк обстреливали, так и Кировское. Я лично видел. Был под этим обстрелами обстреливали. Я видел, как Птург летел прямо в центр Кировска. Вообще, что он там делал? Я сам не могу понять. Ракета летела туда, блин, с их стороны. Ну, после чего нам сказали, что вы переходите в мотострелковый батальон. На тот момент я считался, как в комендантской роте. То есть чисто комендатура. Уже переходите в мотострелковый батальон. И нас отправили на Добальское направление. На Добальском направлении, скажем так, потери были очень большие. Россиян, как вы там говорите, я не видел. Ну, в цифрах очень большие. Один человек это тоже много. Ну, один человек. Это вот статистика там довольно-таки интересно. Она полный бред. Но довольно-таки много было. Нет, так январю 2022 года. Один погибший. Один, да. Это вообще полный бред. Один погибший. Но вообще в двадцатом году сказали, что вы будете нашли. Нападать на нас. Уж я не знаю. Ну, я не буду говорить цифрах. Но потери были... Больше 100. На 1 января 2020, на январь 2022 года один погиб. В январе 2022 года, ну это ж только начало месяца. Только начало года. Начало года. Начало года. Ну, один человек всего лишь погиб. Да. Ну, так что тут такого бредового? Бред это то, что, блин, они цифры такие указывают. Почему? Так не успел никто. Год только начался. В 2022 году никто не погиб. Один человек погиб. Один человек погиб. Что тут такого бред? Ну, месяца. А в 2021 году всего 25 человек за год погибло мирных. Да по мирным. Я понимаю. Вы считаете, в 2021 году гораздо больше погибло? Я не верю. Так ваши же бойцы говорят, что в 2021 году никаких боевых действий уже не велось, по сути. Зачем им занижали? Авдеевки, там, допустим, ну, конкретно за Авдеевку, там друзья служили, они там были на Авдеевской промзоне. Там обстрелы почти каждый день были. А там ясиноватые вот рядом, там люди уже вот живут, можно сказать, рядом. Обстрелы шли каждый раз. Скажу, конечно, артиллерия у вас довольно-таки бьет четко. Тут просто есть еще другая статистика. За 4 месяца после начала полномасштабного отражения погибло 4677 человек. Из них детей 321 человек. То есть это за 4 месяца в совокупности больше. По официальной статистике подтвержденная, есть официальная подтвержденная статистика, где там ООН подтвердила там вот все международные организации. Вот за 4 месяца больше, чем за 8 лет. Это только по подтвержденной. А неподтвержденного очень много, потому что, ну, там, где происходил ад в тех городах, там вообще непонятно, кого где еще прикапывали. Ну, это будет. Кого где закапывали, кого куда забирали, где кого там замордовали, закатывали и так далее и тому подобное. Да, я смотрел украинский, ну, мы каждый день смотрим украинский, ну, все смотрю, что происходит, куда постреляют ракеты и довольно-таки много жертв. Ну, я, конечно, не поддерживаю, естественно, такой метод войны. Он неправильный. И, как вы тоже сказали, вы не понимаете. Это мы взбились на вот эту всю историю снова. Вы рассказываете про вот, что вы рассказывали. Ну, потери были большие, да. А чего потери были большие, в результате чего они были большие? Ну, в результате, во-первых, ну, это, по большей части, большое такое необученное, грубо говоря, стадо, которое отправили просто вот вперед. Это ваше в четырнадцатом году добровольцы? Да, да, это уже начало пятнадцатого года. То есть, каких-либо особых планов не было. Нас просто посадили на технику, отправили. Вот ваша задача, надо взять и все, и вперед. На МТЛБшках мы ехали, то есть особо МТЛБ не имеет какой-то либо брони, она может спокойно прошить, он, калибра 7-62. Тот же пулемет, это автомат, может, сбоку. У меня не было ни каска, но каска не была. Вот это железная советская, стальная какая она там. Вашим до сих пор их выдают, не знаю, залеженные. Да, она совершенно не защищает, да, если там какой-то камень сверху упадет или земля. Единственное, от нее толку, да, может какой-то есть. А от пули, естественно, она не спасет. У нас не было ни бронить, ничего. Мы отправились брать, скажем так, всего одно. Которым стоило одно из подразделений в услугу. Ну, оно, при нас, честно, было более организовано. У них оборона более сильная была. А у нас, скажем так, полная анархия, скажем так, была. Кто-то что-то хотел, кто-то что-то не хотел. Каждый распределился по домам, занял оборону. И все, у них своя республика, они ничего не хотят делать. Говоришь, что вот надо сделать то-то. Ну, не, мы не боимся. А вы к каким относились? Мы, я по большей части был. Вы вечны? Я лично находился с краю деревни с командиром. И стоял на 159-й радиостанции. Ну, иногда, конечно, надо помогал убитым раненым. А убитые ранены были практически каждый день. Там арт-удар, артиллерия била по этому, практически, постоянно. Скажу сразу, хочу отметить, там людей не было. Ни одного. Мирного жителя там не было. Обстрелы были постоянно. Каждый раз. Один раз даже четыре часа били артиллерии. Танки даже выезжали где-то в четырех километрах были. Танки в СУ. Они выезжали из балки и обстреливали каждый дом. Ну, крайние дома. Ну, естественно, с краю крайних домов мы не находились. Мы находились более ближе к зеленке. Но, опять же, каких-то особо наступательных действий мы не ввели, потому что никто этого не хотел делать. Но, при этом, каждый раз были потери. Триста, двести, триста, двести. Ну, в целом, мы там простояли где-то полторы недели. Ну, их... Ну, они были, скажем так, окружение. Мы их обошли с тыла. Зашли сзади, ну, сзади зашли с тыла. И практически им некуда было уходить. То есть, получается, спереди и село, в котором стоят ополчения, и сзади стоит ополчение. То есть им некуда было уходить. Ну, опять же, через полторы недели они пошли на прорыв. В тот момент уже забрали Никишина. С Никишина выходили люди. Ну, в ВСУ. И, естественно, те подразделения, которые находились в том селе, в котором мы находились, скажем так, да, они пошли на прорыв. Ну, у них была возможность, скажем так, нас полностью увечить. Потому что у них были танки, у них были БМП, у них были минометы. Их поддерживали. То есть все было довольно-таки сложно. Мы дом за домом теряли, мы отходили назад. Дай воду. Ну, в итоге они продавались, да, и они ушли. Они им дашь. Ну, то, значит, туда ему воду. Вы же хотите пить, я так понимаю? Ну, чуть-чуть, да. Скажем так, чудом остались живы. Ну, где-то это все происходило в 7 утра до 6 часов вечера бой шел. Ну, я по большей части помогал вносить трупы и загрузить их на НТЛБ, который подъезжал к нам постоянно. Ну, не все НТЛБ, конечно, успевали подъезжать. И не вся еда успела подъезжать, потому что на дороге, я так понимала, минировались ночью, и они подрывались. Ну, в итоге мы вышли, они вышли. Буквально сутки это село было не под кем вообще абсолютно. И на следующий, где-то через 2-е суток уже пошли, ну, не конкретно мы, а уже туда пошла разведка и танкисты уже туда зашли. Потом пошли мы где-то полторы недели, две недели, можно сказать, мы стояли дежурили в этом селе. И после чего нам дали команду идти на конкретном НТБАЛЬС. Само добавится, мы, конечно, не штурмовали на тот момент, когда мы туда зашли, она уже была полностью... Там были ополчения уже, там было призрак, я так понимаю, подразделение. Там был Рим какое-то подразделение, не знаю, первый раз вышивание. И там закрепились. После чего были, ну, там закрепились, у нас там была казарма, мы обосновались, начали доукомплектовать людей, там новенькие начали вдруг приходить. Ну, как, новенький? Это уже после подписания мягких соглашений, то есть уже, можно сказать, военные действия прекращаются, все остаются на своей территории, скажем так. И тут резко, блин, появляется множество добровольцев, скажем так, патриотов, которые вдруг решили все-таки повоевать. Ну... А кто это такие? Что это за люди такие? Ну, скажем так, когда были активные боевые действия в четырнадцатом году, и люди шли, скажем так, по своему мнению, у каждого свои, скажем так, цели были, у меня свои. Люди шли, и, скажем так, малочисленное у нас количество было. Не такое большое, естественно, как у подразделений ДСУ, я полностью с этим согласен. А когда после Минские соглашения, тут резко местные начали подтягиваться, говорят, что вот мы хотим защищать. То есть, когда уже подписан был мир, когда уже боевые действия резко тут все прекращаются, люди начали вдруг идти и служить. На тот момент люди, ну, там, я не спорю, да, много было сидевших людей, но, честно сказать, люди, они довольно-таки хорошие, потому что я вот выходил, вот был кубрик, у нас много человек, было десяток тысяч человек. Кубрик, у меня были деньги, у меня был на тот момент еще айфон 4, там, у меня все лежало на кровати, и я на сутки-двое ушел где-то на блокпорт. Я возвращаюсь, то есть, никто ничего не крал. Вот, я захожу, и все на месте. Вы так это рассказываете, будто это какая-то перемога вообще. Не, ну, я к тому, что не такие мы обезьяны, и не такие мы ужасные люди. А сколько было сидевших? Кто говорит, что вы обезьяны или ужасные люди? Нет, ну, есть люди, которые у нас там расисты, фашисты, там, оккупанты, сепаратики, ну, короче. Не, ну, подождите, ну, были же эпизоды, когда в самом начале тоже побрали это оружие всякие забулдыги, алкоголики и все прочие, которые почувствовали посредством этого оружия власти и творили беспредел. Или не было такого? Это, естественно, было, это подтвержденный факт, и такой был момент с моей тетей. Казаки, как вы говорили, к ней зашли. Сейчас мы поймем, почему они сильно любят казаков. Да, я не знаю, не знаю, ну, как, не всех казаков, естественно. Ненавижу. Ладно, ладно, давай. Я не говорю, прям за всех разокозназа конкретно тех людей, которые, скажем так, закинули, ну, зашли в дом моей тетки, языки и мужа, тетку закинули в погреб и просили, забрали золото и просили выкупы за нее. На тот момент я еще встал на блокпосток кировский, естественно, что-либо сделать я не могу. То есть просто зашли по беспределу, закинули ее в погреб и просили выкуп. За что? К чему это все? Тем более это еще в центре города занято. Ну, так, а вы говорите, не все мы такие, а никто не говорит, что все мы такие. И мы тоже общаемся с такими ребятами, которые прошли полиграф и так далее, и так далее. Мы знаем, что они не стреляли, мы знаем, что они выполняли безумные приказы. Более того, мы знаем, что они даже увидев, что ничего уже не могут сделать, пошли и сдались, и сдались вместе со своими подопечными и спасли им таким образом жизнь. Только офицеры такие вот у нас были. То есть мы же не говорим все, но в то же самое время были обезьяны такие же, какие эти ваши казаки, которые расстреливали в затылок людей наших, ставили на колени. Они детей убивали, женщин насиловали, творили полный беспредел, и это тоже подтвержденные факты, хоть вы можете в них не верить. Об этом я верю, да, мне рассказывали об этом. А кто говорит все? Я не говорил вам. Просто есть, скажем так, у вас такие контингент людей, которые вот увидел человека, допустим, я вот попал в плен, да, и сразу все, ты такой-то, такой-то и тому подобное. Рассказывают мне морали и начинают рассказывать про то, что я там убивал детей и тому подобное. Я не убивал никаких детей, я никого не насиловал, я никого не радую. Вот зачем мне присуждать и те вещи, которые, во-первых, не доказаны, а во-вторых, я знаю, что я их не делал, но при этом, для меня говорят, что вот я делал, я такой, я такой был. Но извините, мне тоже как бы неприятно, у меня были свои идейные моменты, да, я шел. Можно вас перебить, я понимаю. Для того, чтобы вы поняли лучше сознание этих людей, потому что далеко не все пытаются мыслить так рассудительно и объективно, как я, а мне этого приходится делать по роду деятельности, потому что пропагандой я не занимаюсь. Я занимаюсь реальной журналистикой, при этом довольно сложной, то есть то, что мы сейчас делаем с вами, это очень непростой материал, уже на час сорок мы с вами разговариваем, здесь есть о чем подумать, здесь есть задаться вопросами какими-то, здесь есть пища для рассуждений, как бы с обеих сторон, да, но давайте вспомним с вами сорок первый год или тридцать девятый, нет, сорок первый лучше, чтобы было проще. Ну историю, скажем так. Вторжение, вторжение Гитлеровской Германии в Советский Союз. В Советский Союз, да. Так было, да? Если не ошибаюсь, 4 утра. Да, было. Изнасилование, убийство. Естественно, это была война. И вот тут нациста берут в плен, и нацисту какая-то простая женщина, комсомолка, начинает кричать, да ты нацист, вы убиваете детей и так далее и тому подобное. И тут вот советский журналист берет интервью у этого нациста, он говорит, не надо меня, я не понимаю, почему это так вот ко мне вот это вот все обобщают, я вообще-то не собирался никаких детей убивать, я не убивал, я это точно знаю, не надо меня огурно обвинять во всяком таком, понимаете? Я понимаю. То есть, я-то, конечно, вас с вашей позиции понимаю, но людей этих тоже надо понимать, почему? Потому что мы все расисты для них, да, как и все были нацисты ранее, и никто их особо не делил. Хотя и для меня понятно, и для всех людей понятно, что среди нацистов было, наверное, много людей, которые были просто зазомбированы, там же тоже работала пропаганда, которая настраивала людей, они же тоже думали, что они что-то делают доброе, светлое, кого-то от кого-то защищают. Это же все же провоцировалось, понимаете ли, не один месяц, да, а среди них было много людей, которые пальцем никого не хотели трогать, и в жизни женщину бы не обидели, не изнасиловали, тем более ребенка. Да. Но поскольку такие эпизоды были, были, вот, а лично я, по моему глубокому убеждению, российская армия, военнослужащие российской армии, которые творили весь этот беспредел, по своему моральному состоянию и, скажем так, по своему уровню культуры, сильно уступают гитлеровцам. Я думаю, что эти гораздо хуже, в плане того, что это просто конченые дикари, просто, вот, вообще, без, там, крема, просто, по негде ставить. Ну, во-первых, да, новости я видел. Ну, и, знаете, разница еще, опять-таки, в чем? В техническом смысле, в смысле технического оснащения, вообще, подготовки и гитлеровская Германия, это все-таки были люди, которые шли нападать на государства, скажем так, не менее развитые, наверное, чем они знали. На тот момент, да. К нам идут люди, которые, вообще, не шучу, унитаза в жизни не видели. Ну, вот, не шучу я. Понимаете? Они жили, у них не газа. У кого нет газа? У России, я? Представляете? У России нет газа? Представляете, вот абсурд какой. Люди, которые постачают газ. Да, он живет на газовой трубе, они постачают газ во весь мир, а у многих россиян нет газа, представляете? Ну, я не жил в России, я не знаю этого. Ну, в частности, поинтересуетесь Красноярский край. Красноярск? Да, Красноярский край. Люди, вот, мы оттуда вот с людьми разговариваем, да, у вас есть проблема с газификацией, да, у нас есть проблема с газификацией. У вас у всех есть газ, нет? Ну, у меня, например, не было, ну, вот у соседей есть. Да. И есть люди, которые в туалет ходили на улицу. А есть люди с острова Итуруп за 7 тысяч километров от Украины, 7 тысяч километров. Сюда не то, что доехать, долететь очень сложно. Что они здесь делают, я не понимаю. Среди них есть люди, которые по-русски с трудом говорят. Какой русский язык они сюда приехали защищать, мы не понимаем. И это факты, это факты зафиксированы у меня на видео. Это фактически хроника войны. А они сказали, что приехали сюда защищать русский язык? Да, но им так говорили, по крайней мере. Не, ну мы же здесь притесняли русский язык. Деноцификация, это конкретно против тех людей, которые здесь... Я, как бы, смысл этих слов понимаю, но я не совсем понимал, что они этим хотели добиться. Вот эти деноцификации. А никто, ни один нормальный, меняемый человек не понимает. И риторика как-то резко изменилась. Сначала Киев за три дня или за неделю, потом что-то как-то не получилось. А потом риторика резко сменилась на то, что мы вообще воюем с НАТО. Ну, я не знаю, как они собирались за три дня все это делать. Конечно, пиздили-то от ВСУ получать не с руки Великой Российской Армии. Надо рассказывать теперь, что с НАТО воюют. Естественно, логично. Ну да, они сказали, что воюем со всем Евросоюзом. Нет, сначала нет. Сначала было конкретно. Мы вам покажем, что такое деноцификация. Сказал Путин и собирался взять Киев реально за три-четыре дня, за неделю. Это он так говорил, да? Нет. Он сказал, мы вам покажем, что такое деноцификация. Мы объявляем спецоперацию по деноцификации. В частности, по защите русского языка. И тут Хакас, которого я прошу прочитать Пушкина. И он мне начинает читать «У лукоморья дуб зеленый». Ну, вот могу включить, показать. Другого он мне стиха еще не мог начать читать, потому что он самый известный. И я этот стих точно знаю лучше его. Недосконально, но точно лучше его. Я не понимаю, зачем он меня приехал защищать. И как бы да, если сначала это была некая деноцификация. Три-четыре дня, то потом это сейчас переросло все в то, что вы, оказывается, воюете здесь с НАТО. А может не надо было? Короче, я далеко уже сильно ушел. Нам особо такого не говорили. Да и в тот момент, когда началась война, у меня не было такой возможности особо выходить в интернет. Я не понимал даже, что происходит. Не, ну это я вам все могу включить. Когда вот началась эта война, ни связи, ничего толка у меня не было. Поэтому я в основном от слухов чисто узнавал, что вообще происходит на фронтах, что в Донецке происходит. Я особо не знал, что там вообще. Даже в Украине не знал, что там в Харькове. Вот я вот, когда попал в плен, я вот только сейчас узнал, что оказывается там наступление на какой-то там город. Ну не знаю, что они там говорили. А, что на Харьков пошли, что на Киев пошли, что на Херсон пошли. Я вот, допустим, об этом не знал даже. Я знаю, что там ракеты. Последнюю новость, которую я смотрел, это ракеты. Послушайте, у нас ОМОНовцы были на интервью. ОМОНовцы, которых разбили под Киевом, несколько выжило. В автобусах у этих ОМОНовцев были щиты и палки резиновые. Они не просто собирались Киев захватить за 3-4 дня, но и уже здесь митинги разгонять. А они уже с палками и щитами? С палками и щитами ехали люди на войну под РСЗО. ОМОНовцы. Они так уверены? Да, они были уверены. Да, Путину принесли папочку, которую он ждал. У них так все устроено. Ему должны на стол принести папочку, которую он ждет. Именно такую папочку ему приносят. А там написано, что вас все ждут с хлебом с солью. Нацистов разобьем за 4 дня. Вперед. Я это только так вижу. Я иначе это объяснить не могу. Значит, генералы сказали ему, что все нормально, у нас в мощной армии. Возьмем все это затронули. Самое интересное, что Гиркин, которого мы упоминали, открыто говорит, что так оно в принципе и было. И многие другие это подтверждают. Потому что объяснить это по-другому невозможно. И объяснить вторжение армии 150 тысяч человек минимум, из которых ехало 10 машин и только 2 из них доезжало. То есть абсолютно неподготовленных людей. Люди, которые мне говорят о том, что их сюда бросили, они ничего не знали, я им верю. Ну, то есть не всем, конечно. СИЗО заговорило ничего. Не всем, конечно, но 24 часа, так нет. Послушайте, их 2 месяца до этих учений катали по кругу под Беларусью. 2 месяца катали вот так вот. И у них это было нормально ночью, переброска с одного места на другое. И к 24 числу для них не было ничего странного, что их снова куда-то бросили. Они не понимали, куда их бросили. Но потом колонны их начали просто греть. Они не знали и не понимали. А почему так? Почему я им верю? Вот этой общей массе. Да потому что, если бы им сказали, что будет происходить, многие бы просто отказались бы от этого. Поэтому россиянам нужно было в первую очередь обмануть своего рядового бойца. В этом нет ничего удивительного. Но мы отошли от Дебайсова. Отошли. Далеко отошли. Мы зашли, подписали Минские соглашения. Начали приходить люди, докомплектовываясь, докомплектовывался батареон, который довольно-таки много потерял людей. Ну, после этого я попытался уволиться. Впрочем, они не хотели меня отпускать, как обычно. Не, ну вы же не рассказывали, что ты интересный сами. Не, не, в принципе... Не хотите рассказывать, конечно, там всего, но что-то же было там у Дебайса такого. Нет, у Дебайса ничего не было. Ну, а котел... Мы когда туда зашли... Ну, а котел, вы знаете про котел? Мы заехали на тот момент в одно из сел, и практически сразу нам сказали наступать на другое сего. Это единственный боевой выход, который там был у нас. А, то есть про сам котел вы... Сам котел... Нет, я же говорю, в тот момент, когда уже был котел, мы были в Кировске. И тут в последний момент нам говорят, вот, собираетесь и езжайте. Куда мы едем, я понятия не имел. Сказали, ну, что он куда-то. Мы заехали в одно село, там большое количество людей скопилось бы. И тут резко через там пару дней говорят, что вот, короче, вот впереди там высоту, надо взять и село. Ну, мы вот сели на броню, ну и поехали. Первый штурм, конечно, не удался. Это было ночью. Это вы рассказывали. Открыли огонь по нам, и мы вернулись обратно. И потом через несколько дней опять попытались, ну, уже днем заехать. Я думал, вы что расскажете про этот вот зеленый коридор, который его... Зеленый? Там же, там же, как бы вот в этом котле там был объявлен коридор какой-то, что вот вы можете выйти. Начали выходить, начали по ним стрелять, по ВСУ. По ВСУ? Да. Я за это ничего не знаю. У меня информация такая. Может быть, я что-то путаю. Ну, со стороны я видел добавить всего самого, да. Да, вы захотели уволиться? Я ушел, в принципе, с криками и воплями. Ну, как криками и воплями, побольше, я собрал еще, да и уехал по-тихому. Ну, кто-то был против? Мм? Против кто-то был, чтобы за уходили? Там довольно-таки много людей написал на аэропорт на увольнение. Спасибо. Они очень... Кого-то уволили... Я просто уже здесь на этой таблетке сижу пять часов, у меня спина, я прошу прощения. Ну, предлагаем так. Ну, в целом, довольно-таки с увольнением все довольно-таки там сложно. Там кого-то уволили буквально через пару дней, а кого-то держали до талого, а потом в итоге сказали, что твой рапорт куда-то потерялся, хотя при этом все знали, что его написал. И давай, короче, служите подальше. Ну, естественно, я не захотел этого. Собрал вечер, я выехал просто утром рано домой. И все. Ну, меня уволили уже там с задним числом, и все. Поехал к родителям, навестил их. Ну, как я... Я думал уже мир, уже Минские соглашения, что уже больше ничего не будет, там уже договоренности какие-то. Постоянно будут, да и все. Я поехал к родным и включил опять же российские новости. И вижу шоу. Опять обстрелы продолжаются. Ну, как каких-то либо активных боевых действий нет. То есть, друг на друга никто не наступал. Но при этом артиллерийские дуэли, стрельба, она продолжалась. А чего не включили украинские новости? Ну, скажем так, им не доверял. Ну, как вы там говорите, фейк, да. Ну, я считал, что все, что они говорят, это ложь. Ну, не все, конечно, но я считал, что это все. Да, ну, хорошо, посмотрели вы. Я решил вернуться обратно. Я пошел. Сколько вам надо было время на то, чтобы принять это решение? Ну, где-то 3-4 месяца, скажем так, и раздумывал, а я отдыхал. Ага, хорошо. Вернулись вы назад? Вернулся назад. Туда же, да? Не, не туда же, другое уже подразделение, потому что то подразделение, в котором я был, оно, скажем так... А как оно называлось там, где вы были? Первый раз это была седьмая бригада. Седьмая бригада. А потом? Ну, так как она перешла под Луганск, я-то из родины Донецка, то мне как-то смысла туда идти нет. Ну, поначалу она была прикомандирована к Донецку, да. А у вас там оно все перемешано? ДНР, СЛНР, ЛНР, СДНР, военные все одинаковые, там, как-то вы так говорите? На тот момент седьмая бригада была под ДНР. Но там что-то, походу, после Минска... Сейчас, одну секунду. Чувак, открой, дай ноутбук, нам льется. Да. Я прошу прощения, просто у нас Владимир, специалист широкого профиля. Все, там не закрываю. Так. Прекомендировано туда, вы вернулись назад в Донецк? Да, я вернулся назад в Донецк, то есть семерка уже была, то есть до сих пор под Луганском, то есть это уже под ЛНР, это подразделение ЛНР, скажем так. Мне смысла в ЛНР не было ехать, просто идти. Я поэтому остался в Донецке и пошел в подразделение, которое в Донецкое. Поближе, то есть поближе к дому, поближе к родному городу. Это было подразделение Сомали. Да, известное подразделение у нас. В Сомали, ну скажем так, я глубоко ошибался в нем, лучше бы сюда не попадал. А какие у вас были мысли до попадания? Я же так понимаю, вы хотели в него? Ну, скажем так. Из этих слов было понятно, что вы туда рвались, а потом разочаровались. Ну не то, чтобы рвался, просто мне посоветовали туда пойти. Ну, хорошо, хорошо. Ну и ошибки, скажем так, в своем выборе. Я не спорю, да, действительно, боевое подразделение. Но, ну а мертвых, конечно, плохо не говорят. Но, скажем так, это не тот человек, который, скажем так, распиаренный по соцсетям, по ютубу, и тому подобное. Он уж довольно-таки часто снимал всегда, довольно-таки часто интервью давал, рассказывал довольно-таки по трагические слова. Я, естественно, его в этом плане поддерживал. Ну... А сам Оли командир? Это его так и звали? 9. А, 9? Да. Но я не хочу жить нам же на голову. Я не хочу ничего о мертвых плохого говорить. Да, про него можно, мы разрешаем. Я не могу себе позволить. Хорошо. А что такое подразделение делало, что вы так разочаровались? Подразделение особо ничего такого плохого не делало. Просто, что сам командиром не такой уж и хороший, как казалось мне. Ну, хоть что-то вы можете сказать, что он такого делал? Ну, потому что, получается, мы упираемся в ваши слова. Ну, я же говорю, я уже до этого говорил, что я не могу прям все рассказать вам. Там не про мертвого орка, тем более про бандитов можно. Так, нет. Я не могу. Хорошо. Все зрители... Ну, могу сказать только то, что не такой вот его плакаты там вешают, рассказывают, какой он хороший человек. Скажу за человеком, которого совесть не позволяет. Мародер, убийца, насильник, как бы, точка. Ну, насчет мародер-насильник, это... Это известный факт, это доказывание у меня нормально. Ну, если доказано, то так-то оно и... Командир. Служить там довольно-таки было сложно. Дедовщина там известна была очень сильно. Ну, это известный факт, да, это была дедовщина довольно-таки. Ну, слава богу, нашей роте такого там не было, там было все нормально. Ну, да, там присутствовало это, на нижних этажах особенно. В других ротах там кофе подносили кому-то по утрам, к другому солдату. Там застилали за них кровати, за них наряды ходили. Это нормально для этого подразделения? Там многие, некоторые даже просто прыгали с окон, чтобы оттуда убежать. Ломали ноги. Ну... Хорошо. И долго вы в Сомали? Год. А без стреляцки Дьяви вы можете что-то рассказать, какие-то эпизоды, которые были лично с вами? Лично со мной, слава богу, слава богу, ничего такого не было. Но если люди из... подразделения прыгают с этажей, то я думаю... Это я думаю... А Диви вам рассказывал о том, что они хотят идти и идти? Потому что они с Моторова сидели, там их сердечный ролик, где они не говорят. Что мы же так не остановимся, может, пойдем на Тиеве? Ну, вполне может быть, так и говорили. Я особо не прислушался. Вам не говорили. Единственное, что я прислушался, это на каждом построении нас называл Биян. Обидно было. Ну, уже как-то... Они в зеркало просто смотрели, видели себя и дури их слов не могли подобрать. Выходил... Я не понимаю, зачем они делать. Обижать обезьянов. Эти животные, никому еще по поводу не делают. Разве что, если там, ничего такого на природу... Как вы ушли из Сомали? По счастливой случайности. На самом деле, нас даже не хотели увольнять, я так понял. У нас закончился контракт, мы были на позиции, накопались, там, постоянная стрельба была. Но, я так понял, кто-то из жен в нашей роте, у кого-то была жена, которая пошла в корпус, ну, скажем так, к самым главным людям, скажем так, которые руководят всем вот этим военным процессом. Они и пожаловались, что вот, у людей закончится контракт, но они все равно сидят на боевых, их не увольняют. Уже где-то месяц мы сидели, а у нас закончится уже на контракт. Я вынужден уточнить, вот у вас закончился, у кого-то там закончился контракт, он пробует уйти, как его останавливать? Автомат направляет, говорят, пойдешь домой, расстреляю? Как можно удержать? Я думаю, вполне могло бы быть и так. Лучшее подразделение. Ну, а хоть какие-то боевые столкновения, правильно, что-то вы расскажете, потому что там уже ходили, это боевые столкновения, были ли участие в Сомали? Нет, это местные соглашения были в основном, просто держали, на позициях стояли. Ну, они в основном мародерили, это уже активные фазы не было, и Сомалиш там, по сути, как... с мародерами там довольно-таки жестко было. Я лично видел, что это делали с мародером. А что делали? Я не могу сказать, что сделали, ну, слава богу, он живой. Но мародерство там не приветствовалось. Ну, представьте себе, блин, даже донести и плазму. Ну, это нормально. Откуда не возьмись, появилась плазма. Я вам расскажу, харьковский бункер, там прямо все, короче, чуть ли не между... Мы можем показать вам видео, как и ни один военный. Нельзя это слово применять. Если у вас это не приветствовалось, может быть, то у россиян это наоборот. Рашисты просто за положение. Вообще, если у тебя маленькая плазма, то ты лох. И они тупо ходили, отжимали. Один идиот пошел сдаваться в плен, в кармане у него было 30 тысяч гривен и небольшой слиток золот. И доллары. Мы, конечно, все понимаем. Можно быть подлым, можно быть сволочью, можно быть днилым, можно быть мародером. Наверное, да? Ну, они сильно умны. Это есть, да. Но пойти сдаваться в плен с украинской валютой в кармане, тут уж меня извините. Это как-то таким же надо быть степенью. Это чтобы еще за что-то жить, наверное. Уточнение, это был офицер еще, между прочим. Это был офицер. Он это не офицер. Мы так и не поняли. Он откупиться хотел или что? То есть, он хотел сдаться в плен, говорит, пацаны, давайте порешаем, или домой увезти, когда при обмене. Да, да, да. Я этого не видел, я не знаю, но я буду неудивлен, люди разные бывают. Здесь будет ссылка на этот ролик. Про 30 тысяч. Тебя не видно. Да, ну, пошла, пожаловалась и там... Ну, учитывая, что практически у половины роты был закончен контракт, то она, скажем так, и за всех остальных просветилась. И прямо на позиции. Гиви всех вызывает по рации. Сказал, что вот подойдет то-то, то-то. Мы вот все собрались под мостом. Он посмотрел на нас и начинает нам рассказывать, что вы предатели, вы такие всякие, вас всех чуть ли не расстрелять, чтобы я вас больше не видел. Короче, а у вас тоже контракт закончился? Да. Так как вы пробовали уйти? Что мы говорили? Ну, там многие пробовали уйти, но... Не, ну, вы конкретно. Нам... Ну, я не могу написать рапорт на увольнение, когда я нахожусь непосредственно на боевой позиции. Я хотела это сделать, но как я могу это сделать, если я не в состоянии просто найти ручку? Да, дальше. Уволили вас. Выдохнули вы. Свободно, наконец-то. Да. К сожалению, просто так они... Свободно. форму, которую я покупал, это я покупал за личный счет, за свои личные деньги. На выходе сказали, все, военном мы забираем. Я говорю, как это так? Если это вообще, это куплено за мои деньги, и в чем мне вообще идти домой? Мне говорят, мы не выпустим до тех, как мы не дадим. И что? Это все забрали. И в чем ты пошел? Ну, попросил товарищи хоть что-то дать, чтобы я хоть уехал. То есть, штаны не мои были, кроссовки не были не мои. Я без кармана, ну, точнее, карманы были, но там денег не было, там ничего вообще мне не было. Я уехал, слава богу, каким-то образом домой. Меня отвезли. Отвезли, когда служил? М? Платили? Да, платили там 15 тысяч рублей. Там без разницы, боевые, небоевые, там просто 15 тысяч рублей. Понял. Дальше. Следующий карьерный шаг у вас был после со мной. Ну, более... Ну, я бы сказал, не то, чтобы интересно, другие подразделения, это сказал, больше на блок-постах находились на техпаде. Перечислите все батальоны, в которых были названия. Седьмая бригада, Сомали, Чечен, подразделения, на самом деле, не Чечен, никаких не было. Пятнашка, и девятый полк танковый батальон. Нормально. Чечен, вы сказали, никаких Чеченов там не было? Ну, подразделение, я сам назвал Чечен, на самом деле, Чеченов там не было никаких. там все местные были. Что Чечен? Я не знаю, так просто название, это подразделение. Ну, в целом, мы исполняли, скажем так, больше функций, как ВВМВД. То есть, по сути, мы просто ездили по городу, по другим городам, стояли на блокпостах, проверяли документы, то есть, собственно, ничего такого агрессивного мы не делали. Не воевали. Мы не воевали. Ну, не знаю, что вает, до этого, до этого, да, там, кажется, были какие-то эпизоды, но мы не были. По крайней мере, когда я там был, на боевых мы не стояли. А так, вообще, да, до этого, я слышал, что Чечен были на промке, принимали какие-то участие боевые действиями. Это мы пропустили этот эпизод, где вы говорите, что в 15-м году нашлось очень много добровольцев, которые как раз вот захотели воевать. Что они воевали? Ну, как они не воевали? Они говорили, что вот мы пришли, мы пришли защищаться. За деньги они пришли. Не думал. Он же сказал, что только война закончилась, сразу куча из патриота. Да, то есть, боевые действия закончились, то есть, угрозы для жизни нет. А Чечен воевали? Нет, это не Чечен. Да нет, Чечен подальше. Чечен? Ну, я слышал, что они воевали, нам показали видео, но конкретно, когда я... Он не воевали. Да нет, мы на блокпостах стояли в основном. А дальше? Дальше, пятнашку. Чеченар сформировали, там, убили Ж Захарченко, и там началось перетрубаться. Пятнашка, это название 15-й, или это что, что это значит? Я не знаю, просто батальон Пятнашка назвал все. Я не знаю, честно. Я смотрел вот этот эпизод, как взрыв был, но я не знаю, кто это сделал вообще. Его убил бомба. И да, была бомба, Царство Ему Небесное. А, это еще чувак был. Я случайно, я не про это убил в виду. Ну, я имею в виду, что Царство Ему Небесное Захарченко. ну, такое все. Пусть им его... Я могу предположить все варианты. Я не знаю, я правда не знаю, поэтому... Понял, так точно. Да. ну и не согласны с Царством Небесное, пусть ему земля будет стекла. Учитывая, что он для меня что-то Царство Небесное, потому что он спас, мы уйдет. Учитывая, учитывая, что он глава государства, он... Ему не было все равно, он приехал и помог. От казаков этих? От казаков, да. А казаков что-то с ними сделали? Насколько я знаю, их просто уволили. Ну, насколько я слышал их. Но нижнеместные были, да? Я не видел их, я был в другом месте. Да, давайте уже подоим ближе к... Они там на концерте подзора отберутся. кто там... В антракте. Давайте 22-й год. Вы в каком подразделении были? В тот момент я был в танковом батальоне 9-го полка. Еще до 24-го февраля? До 24-го февраля. У меня закончился контракт 12 января на тот момент. Я уже написал жапорт на увольнение. Мне сказали, потерпи два месяца, тебе уволят. Но я сказал, Луна хорошо, будут еще даже деньги платить, подожду два месяца, да и уволят. Сразу хочу сказать, что в этом батальоне, в котором я был, боевых действий у нас не проходило. Мы были в нарядах, перулах и на поле. Танковый. Вы как-то с танком уже были связаны? Да, это был танкист. Вы танкистом уже были? Вы водителем или наводчиком? Я был наводчиком. Мы, да, знали. Наводчиком вы были. Вас уже научили до этого? Там каждый день у нас были учения, да. Стреляли каждый день? Нет, стреляли мы очень редко. Ну да, на полигонах мы нас учили этому делу. 24 февраля 22 года. 24 февраля? Я там прям даты все не помню. ну это вот этот день, когда все началось. Что вы про этот день можете рассказать? Ну, на тот момент я вообще ожидал, что у него вообще уволят, но у меня так и неволе начались боевые действия. Ну как, мобилизация началась. Сказали, что вот сейчас будет война и приостанавливаться, я так понял, действия контракта. Никуда я, короче, наверное, не поеду. Хотя, он тут меня не планировал уехать кредит. Я так понял, что я никуда из-за границы тоже не выехал. Началась война. Которую я, кстати, даже не думал, что он начнется. Да-да-да, давайте, что было 24-го точно. Нам вообще сказали изначально, что Украина пойдет на нас наступление. Поэтому мы поехали, скажем так, в оборону прикрывать, ну, точнее, защищать пехоту, которая стояла впереди. Ну, мы непосредственно прямо на позицию мы не выезжали, мы стояли... Это где было? Ну, я не могу сказать, но это было на югах. Не могу сказать, это типа секретная какая-то тайна? я просто не хочу рассказывать. Прямо все такие детали. Ну, я поверил, что действительно вот сейчас Украина пойдет наступление, как так? Ну, как поверил? Я уже под конец уже в это поверил. Уже вы выехали танки, уже мы встали туда. Раз выехали, значит, наверное, все-таки действительно что-то будет. Да, и что было? Ну, в итоге оказывается не на нас, а мы на Украину. Пошли, да. Ну, первые бои, ну, это даже не бои были, но заехали в населенный пункт. То есть, по сути, они их просто оставили. Там было два населенных пункта, мы туда, просто колонны туда заехали, они уже были пустые, ну, то есть, украинские военные их просто оставили на тот момент. Ну, понятно, да. Мы туда заехали, закрепили, просто встали там некоторое время до дальнейших указаний. Ну, у нас, скажем так, сломался танк там, там танки в таком себе состоянии были. И мы на эвакуацию поехали. Ну, вначале мы поехали назад, чтобы на ремонт поставить танк. Мы где-то проехали, ну, не знаю, метр пятьсот, наверное, от населенного пункта и у нас потекло масло. Встали, движитель перегрелся и мы где-то двое суток находились просто на дороге. Мы просто там ночевали. Ну, свежо, нормально, зато не потели. Да. Ну, и, скажем так, февраль месяц, хороший момент был, не очень хороший момент. И я увидел беспилотник со стороны, который летел где-то со стороны Мариуполя, как раз с той стороны беспилотник, большой такой белый, луны, 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 луны. со стороны украинских войск. казалось бы, вот они будут бить по нам, потому что вот танк стоит, прямо его видно, на ладони стоит. Можно, скажем так, разломать, разбомбить. Но они полетели именно по населенному пункту. То есть, на тот момент они как раз прилетели по пищевику. Это был пищевик, да. Пищевик, это что? Это всего такое небольшое. Звание. Полетели грампы, как раз именно по стороне украинских войск. Причем, в том населенном пункте, кстати, были люди, они там жили. Я лично видел это, я видел, как разрывы пошли, но потом они начали приключаться потихоньку на нас. То есть, в разрывы уже потихоньку начали идти к нам. Мы побежали вперед, слава богу, остановились. Танк тоже остался целый. Кстати, это было как раз после посещения этого населенного пункта Пушилина. Пушилин туда приезжал к делегации, там поснимали видеоролики. Кстати, даже есть видео в Ютубе, как он там находился. Пищевик Павла Пушилин. Пищевик был под, ну, получается, на вашей территории. Да, это Донецк области. Не, имеется в виду под ДНР. На тот момент он был... Если вы говорите, что туда приезжал Пушилин, значит, это уже после того, как мы туда зашли, заехал туда Пушилин. Когда я попал в Пушилин до 4 апреля? Два месяца полноценно. Ну, там по большей части время уходило на ремонт и техники, потому что постоянно были поломки, мы постоянно возвращались, были попадания даже по танку, там. Приходилось возвращаться постоянно и ремонтировать и уходить недели на это. поэтому особых, прям сильных боевых действий я прям не принимал участие. Сколько раз вы выстрелили из танка? Довольно таким много. там в количестве. Количество я даже не могу сказать. Сто раз? Нет. Меньше? Больше. 300? Я не буду говорить сколько, но довольно таким много. 300 раз. Пусть будет 300, мне нравится это число. ну можно сказать больше 300 я просто скажу шумного. понятно, ну хорошо. Больше 100, 300. Ну тебе нравится это. Мне нравится, ты я же эксперт. На сколько вы убили наших солдат? Я не видел, честно. Я даже когда давали команду туда стрелять, я не видел. Вы отворачивались или как это? Ну чтобы я понимал. Я не видел. Я видел скажем так ту область, в которую нужно стрелять. Скажем так дом или там какое-то построение. Давайте от обратного. Вы выстрелили очень много раз. Очень много боекомплектов за два месяца. Если за месяц потому что месяц вы ремонтировались, месяц вы вывоевали. То есть в день вы как минимум один боекомплект выстреливали. Вот в день. В день нет. Ну там плюс-минус. Хорошо. Сколько наших домов вы уничтожили? Ну сказать я не могу. Это как-то в одной локации находили. Но это как-то в одной локации плюс-минус перемещается. В основном да. А что это было? Он не говорит. Я не могу об этом сказать. Но скажем так я не видел жертв в тот момент когда я стрелял ни мирного населения ни военного. Но как мне говорили ну когда давали команду шоу именно вот туда они указывали цель что нужно вот туда стрелять что там вот противник находится. Они рассказывают сколько примерно туда надо выстрелить. Туда примерно целиться. в домах высотные обыкновенные дома прилетали от вас летают? Да в девять этажек. То есть вы тот самый человек который полтора часа назад говорил о том что летели снаряды в Донецке это очень плохо вы тот самый человек сели в тарк и убили пол мирных домов. С этого мирного дома по нему пили. А с этого мирного дома пол пили. Я бы не называл мирным прям таки. понял а вы уверены что с тех домов по которым убили в Донецке не убили по украинцам? И почему вы в этом уверены? Ну во-первых блин в Донецке это било в основном артиллерия по этим домам и там были реально мирные населения. Я гулял по городу я был в центре города я видел те дома в которые попадали эти снаряды и там не было никаких военных это были многоэтажки это были пятиэтажки которых бабушки дедушки обычные люди просто жили Я понял но может быть там просто проезжала колонна техники и попали не в нее а в дом То есть по сути если там проезжала колонна техники они закрыли лоза на то что там находятся дома с мирным населением они решили все таки на свой страх ударить Просто стрелял такой же как и которому сказали что там в доме никого нет или вы стреляли в дом и думали что кто-то есть с этого дома я говорю по мне стреляли хорошо а там шла колонна техники с которой стреляли по украинцам они пытались в нее попасть а попали в дом почему вы думаете что если по вам стреляли из этого дома то в этом доме не было мирных людей я не знаю потому что в него стреляли вот именно молодой человек вы не знаете ну так вы тоже противоречите а еще вас стреляли из дома это на каком расстоянии было ну минимум где-то 300 метров 300 метров и вы туда ответили когда иногда приходился отвечать ну так а до этого вы говорили что вы никого не убили ну я что не знаю блин я не вы естественно не знаете выжил там кто-то или не я не знаю допустим да я просто знаю что с того дома выстрелили по мне я знаю что по мне выстрелили с этого не знаю блин кто-то погиб да это был Мариуполь да ну дошли до этого там просто обещались поговорить по-честному по душам и вроде бы так и разговаривали известно что это был Мариуполь да это был Мариуполь и что молили вы по Мариуполю и вы видели вообще картины Мариуполя я видел картины Мариуполя своими глазами видел он художник он художник этих картин назовем вообще даже это так расскажите про дом частный как вот вы в дом вам сказали не частный там пятиэтажки девятиэтажки были нам еще говорили что вам говорили вот в том доме сидят заслужники ну я имею ввиду дом в смысле вот этот дом на этаже это он и есть ну перед вами освободитель Мариуполя художник очень страшной и кровавой картины знаете сколько мирных жителей в Мариуполе убито погибло не знаю давайте расскажите то есть это опять же тот человек который прошел полиграф и на вопрос эксперта убивали ли вы кого-нибудь или нет он сказал нет и полиграф сказал да действительно он не убивал ну потому что он не видел апрель-март апрель ну апреля это апрель начало апреля по большей части где-то в середине апреля я туда выехал ну как раз когда его утюжили перед тем как до конца звук у нас с Мариуполя знаете сколько пленных было с которыми мы поговорили если взять наше интервью можно расписать кто по каким домам стрелял и по каким улицам ездили про метро мы знаем про коридоры как выпускали как выходили это мы все знаем для нас это не тайно мы хотели об этом послушать за коридор я ничего не знаю я видел блокпост да люди выезжали свободно на машинах ну как их проверяли потом они за деньги свободно на машинах за деньги я ничего не знаю отбирали что это у людей то что хотелось кому-то отобрать я за это ничего не знаю ну не знаю раздевали там всех почти и мужчин и женщин я проезжал просто мимо я не знаю ну понятно исходил расскажите 24 апреля вы попали в плен да расскажите этот день утро и плен ну как он там прошел как это было это просто нам сказали что вот сегодня уезжаем становимся колонной вот мы должны я так понял прикрывать пехоту которая даже должно за нами ехать на бмп у нас было всего три танка и три бмп с пехотой может где-то до 40 или 30 человек всего там было ну поехали нам особо не тактики ничего толком ничего не объяснили как обычно вообще-то мы говорили и связи у нас между собой толком тоже не было мы говорили что у нас нету связи с пехотой то есть в случае чего мы друг друга не слышим мы друг друга не сможем поддержать все будет нормально все равно езжай командиры стратегии что можно сказать хорошее да ну едете уже наш танк заехал первым сильно вырвались вперед остальные сильно отстали вырвались период это вы куда поехали в районе районе ровно ровно туда мы доехали повернули и там рядом я не помню название мы туда заехали доехали уже до края дома уже уже проехали почти все село доехали до края дома то есть по сути нас подпустили поближе и открыли вон по башне танка у меня за 300 его сразу легко я так понял пламя попало в лицо танк загорелся нет ну я не знал на тот момент загорелся он или нет потому что я был ослеплен у меня мелкие осколки попали в левый правый лаз но больше всего правый лаз зацепило лоб и я просто уже ничего не видел я то есть по сути не мог выполнять какие-либо действия я по рации передал что я 300 давай возвращаемся рации вы кому командир танка командир танка что раз я молчала я поначалу не понял или это у меня с рацией что-то не так как-то отошла она и решу или она была уничтожена в процессе попадания я не знал этого я не видел я не мог открыть вуза потому что они чистотки мне болели поначалу вообще думал что у меня и что я потерял просто зрение ну я танк все равно продолжал ехать дальше а как-то второго попадания мне как-то не сильно хотелось ощущать потому что у нас полный комплект БК был и если не дай бог заградится парковик то есть мы все взлетим на воздух ну рацию я не услышал я не знал что делать танк ехал дальше я выскочил с танка с люка выпрыгнул вслепую на обучину дороге более-менее как-то протер глаза более-менее открыл левый глаз и я вижу что танк на котором я ехал слава богу не загорелся он развернулся и просто уехал назад прям передо мной проехал я помахал рукой чтобы что я здесь своих не бросили понятно 301 развернулся и ехал потом подоспел другая колонна которая отставала там два танка еще подъехала я увидел их они начали по левой стороне работать а я был по правой я опять же начал махать рукой ну потому что командиры они должны крутить они должны засед мокрое смотреть больше возможностей видеть скажем так ситуацию на поле я начал махать рукой чтобы они как-то меня заметили я так понял они все смотрели в одну точку что-то куда-то отстрелялись я так не видел куда шел они развернулись и там буквально минут 10 нас прошло они уехали надо а чего к ним не подошли я не мог подойти потому что там открытое поле и попросту боялся хорошо и сейчас порт просто стану полный рост меня подстрелили даже те же свои потому что там за ними шли бмп с пехотой которых я естественно лично не знал то есть если они увидят допустим меня не подумаешь о противник допустим решат подстрелять атомкисты меня знали более я был в этом шлемаке я понял что все поначалу еще не думал сейчас проползу и попробую как-то вырваться было открытое поле для всего слышал голос скажем так на украинской речи позади себя я как раз выпрыгнул возле дома частного и они по ходу вы вышли с погребов я так понял они прятались первое время но потом вышли я прятался в тот момент за бетонным столбом возле меня и деревянный там был старый деревянный забор с просветами вот эти вот я так понял и меня увидели и дали очередь автоматную очередь небольшую но в основном они ушло не туда оно пошло в этот бетонный столб но попали мне в ногу ранили но у меня она занемела я начал понял что у меня сейчас корейка пристрелит начал кричать что я без оружия не стрелять но они по сути были в 5-6 метрах от меня за забором буквально вот небольшой вроде я крикнул думал услышали начал ползти как-то чтобы показать что вот у меня при себе ничего нету я безоружен угрозы не представляют скажем так но я только высунулся скажем так вот забор вот там где должны быть ворота я высунулся оттуда вот показал что я вот здесь не стреляйте я как раз увидел человека который смотрит на меня он дал вторую очередь во мне он просолил пуля попала в шею и вышла со спины у меня резко занемело ну как занемело отказала правая рука я поначалу ее вообще не чувствовал она как чужая передо мной я лежала смотрел на нее она не шевелилась просто ну сейчас нормально все дошло я так понял что нерв был задет постепенно восстановил свободу он один держал меня на мушке другой молодой такой человек без оружия сплитникам подбежал ко мне помог мне он вытянул меня помогут до ползти скажем так до это до сарая закинули в сарай то как конечно кто хотел ударить тут ударил кто морали читал сколько человек было там наверное где-то до десятка я дам довольно таки много видел кто это такие были ну как я понял когда я в машине уже ехал мне сказали что передай привет от правого сектора там я так понял это был правый сектор честно сказать я даже начал испугался потому что мнение о нем у меня было поначалу нехорошее такие картиночки фоточки видео ну да я считал их более радикальным подразделением которые ну скажем нехорошим подразделением но они вас кастрировали нет ну проверять не будем на камеру потому что поверим на словно этот молодой человек дал ему таблетку лежал некоторое время истекал кровью но потом подъехала машина меня закинули в эту машину и отвезли ну я не знал конечно там будет дальше но на удивление меня отвезли прям к книг к ихним медикам полевым военным медикам мне оказали медицину оказали медицинскую помощь довольно таки хорошую сказал медицинскую помощь обработали рано и перевязали у кого ли даже как я не знаю как называется на шею вешают кто знает как это называется напишите в комментариях вот эта хрень что вешают на шею но только они подвешивают а просто фиксируют ну фиксируется да там шифр вылетела из головы недавно просто видел чувака говорит садрига ковмерки ну скажем так оказали медицинскую помощь зашим конечно большое спасибо был довольно таки сильно удивлен этому я думаю вообще пристрелять меня на том месте ли все потом закинули обратно машину шоу еще тоже удивило меня вначале хотели сразу на допрос отвести но я так понял потому что я слышал там разговоры медик и я так понял командир наверное их не и он скажем так медик добивался того чтобы меня твери начали больницу потому что возможно я бы не дотянул просто до того места не не смогли было просто допросить не отверли больницу мне опять лишь мне оказали очередную уже полноценную медицинскую помощь самому любого нет это уже скорее всего запорожье меня положили больницу там оказали церковь помощи где-то до вечера там пролежал под капельницей меня забрали дальше уже наш это просто ну дальше не интересно это смертность 3405 человек лнр днр до 2020 года а это уже после полномасштабного вторжения 4677 человек это после полномасштабного вторжения россии то есть за вот эти четыре месяца только на этих территориях погибло больше чем за все вот эти вот восемь лет но эта статистика по оккупированным территориям а в самом одном лишь только море упали погибло более 10000 более 10000 тех что установлено но каждый день там находят спутниковые снимки массовых захоронений и все эти дома все эти дома они были полны на самом деле мирными людьми которые по каким-то причинам не хотели или не успели вы и все это летело в них сколько людей уничтожили что же лично вы можно только доказываться безусловно опять-таки какое-то раскаяния может быть или еще что-либо что да я боялся что каждому выстрел может навредить мирным людям я каждый раз командиру говорил шоу точно уверены что там нет нет там точно точь такое ощущение когда вы нажимали как это выстрел в танке производится можете на кнопку нажимать так вот типа как на джойстик на джойстике ощущение были какие-то там какие общие ощущения были во время нажатия боялся шо шоу шоу не туда прикидку надо ну на ваших расстояниях как вы говорили 300 метров самая маленькая самая маленькая ну километр для танка это точное попадание насколько нам другие танкисты говорили что это если с винтовки снайперская это хороший снайпер то для танка это точность там два метра правильно и то даже меньше для километра расстояние почему вы не хотите звонить домой может уже какие-то нет я эмоции не позволит нормально говорить у кого у вас какие какие у вас эмоции за историю история не надо когда вы даже записи я уже пообщался через адвоката когда вы слышали последний раз голос матери пару недельно через как красный крест еще там перепис не так под одни ими голос вчера буквально волос я ее на видео видел мы победили связи с помощью на этом кто давал красный крест это давал адвокат ну вас уже осудили сюда еще не было но я так понял у меня уже скажем так примерно сказали сколько примерно срок навесло но я думаю минимум на 15 сколько у меня три статьи и две которые по второй части то есть это минимум 15 мы так понял на вторая часть вторая часть она предусматривает от 15 до пожизненного заключения а номера там какие потому что за за раду там нету пожизненную ну там за правильного ведения войны нам за терроризм с учетом того что вы танкист и наводчик то можно неожиданный вопрос вы украинец или россияне я скажу что это довольно таки провокационный вопрос и всей правды вы не знаете у меня есть есть паспорт на украину не про паспорт книжка ему не интересно здесь внутри 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 ну опять же я говорю этот провокационный вопрос скажу житель донецк довольно таки просто но сложно на него ответить вот именно тем что он провокационный я когда человек говорит это провокационный вопрос статистика и опыт всех интервью говорит о том что он боится сказать правду чтобы потом когда он вернется не было чего-то такого правильно чего-то такого будет любом случае потому что когда вернусь мне в любом случае что вам будет да ничего вам не будет максимум печати начали клепать с конем к предательству нет предатель сегодня как раз днр начала клепать тех кто отказывается военных билетах и в паспортах ставят красные печати все что я надеюсь их не заставляют больше брать оружие в руки и идти куда-то мы дело в том что из того что знаем тех кого поменяли по обмену их еще родственникам не отдали именно днр овцевого на рацию россиян которых поменяли их отдают там на 5 10 день после типа реабилитации больнички ваших не не отдают мы не знаем почему мы четко знаем что их меняют мы сами участвовали в этих они типа где-то сидят не знаю там работают я слышал об этом говорят много поэтому вас не вы после обмена почему не выпускает чтобы вы мораль там не подрывали среди населения мораль за границей и нет и не в россии они за границей в другой стране где-то в европе нет не в европе в сша только не в летом я не скажу где но они за границей там в цивилизованность цивилизованной стране вот так хорошо как вы хотите туда уехать у вас есть украина я говорю я хотел бы уехать туда как вы все хотели сейчас мы вернемся я понял чтобы уехать цивилизованную страну нужен паспорт да у вас есть за грамм паспорт какой российский а виза там есть в эту цивилизованную нам не нужна вида ну какая-то цивилизованная страна не могут они переехать евросоюз шенген печать нет никакой вижу там это значит какая-то грузия или таджикистан значит родители не в евросоюз потому что это шенген 2 они скорее всего литва это евросоюз шенген туда надо виза у них там были какие-то особые установлены с россии наверное договора возможно я не знаю можно как вы думаете в россии свобода слова есть я не живу там я не знаю об этом я не могу сказать точно потому что я не житель россии в днр свобода слова есть но митингов это особо таких я там не видел что там я не могу показать чисто и интересного чтобы женщина вышла с плакатом то ли пустым были на нем написано два слова и спрашивают у журналистов как вы думаете меня заберут с этим пока там или нет просто тоже может быть одиночным но это не самое интересное репортер дальше стоит а это вышло как бы в поддержку действий полиции высказаться то есть говорит я другое же мнение где устраивает ну я в общем я суть понял да это конечно цирк какой-то а еще в россии задерживаются плакат нет фашизма выходит человек с плакатом нет фашизма поломалась ваша концепция вы хотите к родителям в цивилизованную страну я хочу да да но при там шли защищать виртуальную днр которая вас ничего не связывает вы хотите оттуда связывают лишь только то что я родился в донецке я жил там все это время и просто готовы жизнь отдать за то что вы родились в донецке я говорил за что я шел он не за идеи я слушал он увидел когда возвращать этих людей это понятно не будем идти по второму не будем все хорошо мне понравилось хорошее видео его рассмотреть полностью подписывайтесь на канал дожди передайте что-то таким же защитником не защитником а тех кого возможно сейчас призывают или за которые скажем так призывают души могу сказать сидите дома пытались не вылезти со своих квартир потому что поверьте мне с вами ничего хорошего не будет потому что я видел уже мобилизационных людей человек вышел за пивком утром его забрали 15 лет дали хотя он ничего не сделал он даже не стрелял забрали на войну его забрали вам мобилизовали забрали тогда он не совсем целый скажем так но его забрали до на войну плен 15 лет тюрьмы ну а то что он ничего не сделал да уж меня извините он в составе оккупационной армии российской федерации а у него и выбора не будет как какой-нибудь поставьте поставьте себя на место наши украинская вот попадает в плен человек который шел в составе этой армии воевать и он один говорит я вообще у меня выбора не было как нам отличить этих людей ну смотрите мобилизационные люди они идут да им объяснять что угли там чуть ли не 3 4 линии обороны и вообще будете заниматься не боевым как нам это выяснить что им это объяснять что они вагали я не знаю ну нам все россияне говорят о том все россияне мобилизованы и мобилизованы я у руку на сердце положа говорю все говорят нам то что им сказали что они будут на 3 4 линии или будут возить гуманитарку или будут стоять все да сделать понять и простить нет конечно вас понять простить вас нельзя город уничтожили у вас есть только один шанс у всех вас только если россия захочет вас забрать и отдать вместо вас наших бойцов того же правого сектора того же азова того же айдара все эти люди многие из них есть такие россияне в свою очередь я не беру крича нет нельзя этих нацистов отдавать подтверждение тому что это нацисты у них есть ровно столько же сколько у вас там очень то есть какие-то вырезанные фразы какие-то вырезанные видео и что-то вообще совершенно непонятно россиянам это не нужно потому что вырезанные фразы и более чем достаточно я не думаю что понимают объективную ситуацию начиная с одессы и так далее из майдана начинают понимаете в чем история спрошу а кто вас курировал майдан расскажите я могу отдельно об этом все они очень неоднозначны но вообще разница что там было у нас вообще на я не интересуются этим конечно россиян наш майдан интересует прям больше чем на самом целом то вообще не в другой стране по идее не должно это интересовать у нас половина людей пишет в комментариях только благодаря вам узнали такую историю там с бандерой только благодаря тому что в рашке этого бандеру поднимают на каждых новостях мы жили и жили себе ну и все почему-то прекрасно сами знаете без нас у нас например не знаю чего чего я начал интересовать я далеко не все так по верхам все про всей правда никто не знает да все и правда никто не знает так если скопаться то можно выяснить что у жителей запада украины гораздо было больше оснований ненавидеть советскую власть в сорок первом году чем тех же нацистов потому что они пережили голодоморы страшно и многое такое поэтому когда пришли нацисты да они их могли воспринимать как тех с кем с помощью кого они могут создать себе свое независимое государство и не зависеть от советского поэтому они да пошли с ними коллаборация закончилась как только они поняли что использовали не что их используют поэтому у бандера попал он слабит ну то есть вот так я знаю по верхам реально есть люди которые там прям могут раскладывать вообще с картами да есть люди которые кучу нюансов знают какие там были у них взаимоотношения то есть там тоже все было неоднородно ну в общем блинная история я предлагаю но россиян она блин интересует прям больше чем нас украинцы у нас украинцы многие стали интересоваться кто такой бандера и что там было только потому что они постоянно говорят россияне как-то так тут у нас были тут скажем так моменты с историей Украины у нас бывают такие моменты да приходят сюда и начинают зачитывать историю да ну вы уроки истории если вас сравнивать с другими пленными вы очень много изучали гуглили смотрели новости но все равно склонились я больше склонился только тогда когда я увидел обстрел ну это была финальная точка ну правда исходных данных по обстрелу почему именно в эту точку стали убить было ли это именно с украинской стороны и тогда я видел то что я видел я видел этот эпизод видео где моторола стреляет по мирным плотам я не видел видео что вы должны были это видеть наверное раз ты показывал два града в разные стороны ну два града я могу показать просто это видео реально ну я не оно ничего не доказывает ну там есть голосовое продолжение там можно делать разные выводы просто из этого видео я то конечно могу его показать вот вот это поворот да ну я вижу грады да стреляют в одну сторону это видео случайно всплыло они его потом удалили ну я не буду ничего тут такого говорить потому что я просто вижу что один град стоит другой град и по разным в разные стороны один влево смотрите если вот украина вот ваша днр с учетом того что там человек говорит умрите укроп или что он там говорит сюда выехали с праздником укропа выехал сюда валит вам чтобы вы потом сказали что донецк обстреливают и валит сюда нам а тут договоренность это предположение безусловно мы как бы так и сказалось я изначально сказал что это видео ничего не доказывает потому что это только предположение но вот это уж извините мне предположение тоже случайно спят война так прокомментируйте это а-ля гиви ну это а-ля гиви motorola это такой же не так это что позволяет короче обстрел свои я не говорю я не оправдываю я реально считаю я лично с ним не знаком был поэтому причем что-либо получать стой стой Да, я понял. Да, я понял. Да, я понял. Да, я понял. Как ощущения? Домбили бомбас. Кто стал бенефициаром Майдана в Украине? Инициатором Майдана? Бенефициаром. Инициатором здесь можно говорить бесконечно. Вышли люди, а там влияли разные силы на Майдан, насколько могли. Могу говорить об этом. Кто стал бенефициаром, то есть выходополучателем от войнан? Я бы сказал больше России на этот. Правильно. Да. Вообще четко. Даже без людей. А людей, которые стреляли с крыш как по полиции, так и по гражданкам, так до сих пор никто их не установил. Лично я склоняюсь, что они тоже были из России. Как и в Одессе. Потому что в Одессе явно видно, что они из России. По Одессе. Я там не был, я не знаю. Нет, меня там тоже не было, я чисто руководствую с логикой. И Януковича нужно было быстренько убрать, для того, чтобы быстренько отжать Крым. Потому что если бы Янукович остался, кто знает, как было, может все и до выборов дошло бы. Может было бы до выборов, а выбор до другого бы. Нет, вообще вся эта горячая фаза, горячая фаза Майдана, там где начали, как говорится, биться, там коктейли лежать и так далее, это вообще никому из украинцев было нафиг не нужно, потому что в этом смысла просто не было. Янукович был уже политически с группом на тот момент. Он бы уже не выиграл следующий выбор, никак. Я думаю, он сам прекрасно это понимал. Да. И поэтому разжечь Майдан, чтобы дошло все до этой бойни, было бы точно не в украинской стороне и никак не американцам. Если считать, что американцы собирались поставить свои люди, они и так их поставили. Просто путем обыкновенных демократических выборов. Или преждевременных выборов, что скорее всего. Разжечь горячую фазу и убрать Януковича из Украины было бы как однотолько России. Уж извините меня, господал украинцы по-новым, которые верят в то, что Майдан там никто на него никак не влиял, и все случилось само собой, но я почему-то думаю, что происходило это под влиянием как раз российских сил. А пан Левочкин, который был заместителем Януковича, главой офиса президента, чисто пророссийский персонаж, скорее всего, он и отдал приказ победитель студентов. Потому что в виде этих студентов тоже не было никакого смысла. Но нужно было как-то раскачивать. Да, раскачали. 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 Раскачнули. Кстати, очень странно, но Левочкин не попал не под одну санкцию после Майдана. Вроде бы пришла новая власть, вроде бы все должно было резко измениться, и глава офиса президента должен был подвергнуться всему чему только можно было подвергнуться. Он не подвергся ни к чему. Более того, он еще и Верховную Раду прошел от АПЗЖ на следующих кругах. Спокойненько. И Медведчук, который явно пророссийский, тоже прошел в Верховную Раду с этой же партией. Более того, еще и канал искупал и российскую пропаганду вновь. Все не очень просто в этой ситуации. Но правда в том, что проблемы начались в Украине. И у того региона с захода России. Добровольцев, недобровольцев, штатных, нештатных и как угодно. У Донбасса начались проблемы, когда туда зашла Россия. Пытались раскачать через те же Минские соглашения. Если бы мы подписали Минские соглашения, то есть если бы утвердили порядок Минских соглашений на российских условиях, потому что там были пункты, которые спорны. Если бы утвердили Минские соглашения на российских условиях, Украины бы спорого не было вообще. Именно поэтому Россия так билась за эти Минские соглашения. Неистово. Потому что да, им было бы проще на политическом уровне ввести Донбасс в Украину, получить таким образом около пяти миллионов подконтрольного электората. Ну а дальше там раскачать немножко еще по другим областям и сделать своего президента поставить. Все. Результат. Украина потеряла Крым. Об этом уже никто не вспоминает. А дальше скорее всего начинается просто федерализация. Но мы отказались от Минских соглашений. Россия понимая, что ничего не получится в политическом смысле, за два месяца до этого, до последних переговоров на ванском формате, погнала на учение все это стадо. И они катались вот это вот по границе под Беларусь. За, вперед, влево, вправо. Потом последние переговоры на ванском формате. Россия ничего не получает. Полномасштабное отражение. Ну логично, да. У России был только один план. Захват Украины. Других планов не было изначально. Есть что-то еще добавить? Могу добавить только то, что скорее бы все это закончилось, да. Каким-то дипломатическим способом все закончилось. А как вот должно закончиться? Это что мы делаем? Мы пытаемся. Я не политик. Не-не-не. Вот вы себе в голове. Вы военные, тем более. Как вы думаете, должно это все закончиться? Переговоры. И дальше что? Какие условия? Ну это уже в зависимости от политиков. Я честно, я даже понятия не имею, как это можно, как это представить, да. Дело в том, что украинский народ потерял такое количество людей. И в том-то и дело, да. И сейчас такое количество жертв, что Зеленский, вот даже если бы он хотел, будучи президентом, сказать России, забирайте часть Донбасса или там Донбасс и Крым, государство не обеднение. Он не может этого сделать, потому что сразу же начнется переворот, его снесут просто и… Никто этого не допустит. И мирных перемогов… А предложить России что-нибудь другое мы тоже не можем. Мы можем предложить только идите домой к себе и все. И оставлять наши территории. Соответственно, война будет еще длинной и жаркой еще будет очень-очень много. Восемь лет Райан просто покажется. Всем. Ну, я надеюсь, что она будет недолго. Ну, вот мы пока не видим. Мы только видим, знаете, что, чтобы такие, как вы, чтобы такие, как вы услышали вас и просто действительно не шли и не воевали. Дело не в том, что они шли и не воевали. Там даже вот момент был, мне рассказывали, что люди подъезжают на этот… Пожарная машина подъезжала там на этажке. Они объявляли о том, что вот здесь заминировано, все эвакуироваться с дома. Ну, как мне рассказывали. Они выходят и раздают поиски всем людям. То есть, таким способом они… Это понятно, но, во-первых, эти люди тоже имеют свойство заканчиваться. А во-вторых, принудительно мобилизированные тоже имеют неплохой шанс. Они могут сдаться. Быстро, максимально быстро сдаться. И попасть сюда. К вам здесь плохое отношение? Нет. Едите, спите. Все нормально. Свободное время есть? Реально? Или можете на что-то прорываться? Да нет, здесь не на что жаловаться. Да и… Я не могу прорываться на все. Когда выйдет… Не, не, все нормально. Когда выйдет этот ролик, уже выйдет ролик про лагерь. Ролик про лагерь выйдет сегодня, а этот ролик неизвестно когда будет. Поэтому, да. Там уже люди смогут убедиться. И по-своему, кстати, тоже покажу ролик про лагерь. Скажите, может мы что-то придумали от себя. Ну, вынуждены спросить. Люди потом будут там накидывать в комментариях. Они, когда посмотрят ваше интервью, услышат ответ. А бед, который был, это была демонстрация для нас, как журналистов. Специально администрация так накрыла. Столько порций сделала. И такие порции. Или так всегда. Не, не, это правда. Такой бед постоянно у нас. Ну, согласитесь, что он довольно плотный. Ну, я бы сказал, у нас, по крайней мере, где я служил, нам такого не дают даже. Мне в армии тоже такого не давали. Нет, такого не давали. Мы не доели просто. Я ел порошковую картошку, а тут картошка. Самая настоящая. И суп с самыми настоящими рельгиями и зеленью сверху посыпанной. Как для себя, знаете. Мы знаем, что здесь все офицеры это едят. Последние два вопроса и отпускаем, молодой человек. Я думаю, просто всех будет интересовать. Если у вас родители за границей, почему вы не уехали до этого? Я ж уже объяснял почему. Не, я помню, что вы контракт разорвали, вернулись три месяца, отдыхали. Что за эти три месяца мы не бросили, а все не уехали? Потому что я видел, что... Ну все, понятно. Путина уважаете? Нет. Держи, чтобы... Нет, 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 нет. Он же не про Россию. 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 Это просто классический представитель на базе, у которого было четко и устойчивое убеждение, что надо идти защищать жителей на базе. То есть я уверен, если бы отмотать все назад, то скорее бы, возможно, возможно, уже после всего этого, он бы уже свой путь не повторил. Не повторил путь. Жители Донбасса на вопрос про Путина говорят правду. Это не провокационный вопрос. Нет, нет, нет. Они не... Они не морозятся. Их, чтобы привести в чувство, это большая глобальная работа должна быть. И надо сказать, что мы со своей стороны во многом не делали. Главным образом мы не проводим с тем, что мы не работали со всей этой информацией на протяжении восьми лет, не доводили ее так вот, как мы сейчас во время такого разговора не разговаривали с этим человеком о тех всех вещах и о тех всех видео, которые показывали, и о той информации, которую вы делали. Ну, это рекорд. Три часа, три минуты. Ну, что? Ну, что? Потому что у нас здесь есть время. Полно времени. Мы можем по одному человеку в день разговаривать. По пять часов. Без разницы. Аго. Ну, без разницы. Просто потому, что... Пожалуйста. Нам говорили, что с вами будет интересно и долго. Обвиняйте нас. За меня говорили? Послушайте. Ну, да. Мы всегда стараемся спросить... Ну, откуда я знаю, что это был мой опыт. И про дом. Мы, смотрите, мы очень легко можем взять вашу карточку и почитать. Но мы этого не делаем, нам это не интересно. Мы очень легко можем взять все эпизоды и пройтись по всем эпизодам, которые были, которые по вам известны. Мы перед разговором с вами знали одно единственное, что вы стреляли из танка по Мариуполю. Больше ничего. Да. Это единственное, что нам было важно. Я сам не в восторге был в этом. Но вы ничего с этим не сделали. А что это? Бросить оружие и сказать, все, я не могу. Бросить оружие выйти. Да. Если бы действительно так можно было сделать, никто бы не воевал тогда. Ах, мы знаем кучу случаев, когда люди бросали и разворачивались. Тем более вы сами знаете, что там еще смертные приговоры у нас оказываются. Я вообще не знал. Нет, смертные приговоры к кому? Дезертируем. Дезертируем. Нету такого. Дезертируем. Нету. А может и есть, кто знает. Где вы узнали? Допустим, с поля боя дезитировал человек. Не, не с поля боя. Вот вы там отстрелялись один день, вернулись в расположение. Я завтра не поеду. Что посадят. Отправят. Так лучше посидеть или умереть? Мы все время говорим с живыми. У нас шанса поговорить с мертвыми нет. Двухсотые не разговаривают. Я думаю, они бы сказали, слушайте, лучше бы я, наверное, посидел. Посидел бы, если взять вот этих всех. Потому что я покормил 100 червяков и они мне не нравятся. Все, что могу сказать, что да, я виноват, я это прекрасно понимаю. Но эту войну вести таким способом я не хотел. Вам сейчас 26? 10 апреля, да, исполнилось. 26. Если вам дадут 15 и вас не поменяют или не будет какого-то договоренности, вы выйдете в 41. Ему еще и приговор не дали. О чем ты говоришь? Нет, это уже велико. Да. Спасибо. Не за что. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы узнать правду о тех, кто был мобилизированный ДНР и ЛНР. Спасибо. 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 Спасибо.